Часть четвертая. Глава первая. В следствии болезни Жуковского Звонарев перешел с залитерной на батарею литеры «Б». В одной из ночей он был разбужен взрывом тяжелого снаряда. Шипение и свист новой бомбы заставили его вскочить с походной кровати и отпрыгнуть к дальней стене каземата. Но взрыва на этот раз не последовало. Звонарев ощупью пробрался к выходу и приоткрыл дверь. В лицо ему пахнула ночная свежесть. С батареей доносился неясный гул встревоженных солдатских голосов. — Сергей Владимирович, вы не спите? — окликнули его из темноты. По голосу прапорщик узнал Гудиму. Тут и мертвые проснутся, не то что живые. В чем дело? Ночной салют одиннадцатидюймовых осадных мортир. Два снаряда легли за батареей. Со стороны японцев мягко донесли с выстрелы и почти тотчас же послышался рев приближающихся снарядов. — Закройсь! — крикнул солдатом Звонарев и юркнул в каземат. От взрыва бетонный пол заходил под ногами. С потолка посыпалась и звездка. В дверь сильно ударил не то осколок, не то камень, отброшенный взрывом. Подождав несколько секунд, прапорщик выглянул наружу. Места падения снаряда не было видно, но солдаты бежали к траверсу между третьим и четвертым орудиями. Звонарев поспешил за ними. В темноте он с трудом рассмотрел кучу бетонных осколков, валявшихся на земле. — Зарядный погреб завалило! — доложил взводный Лепехин. — Хорошо, что порох не взорвался. — Принесить-ка свет! — распорядился вынырнувший из теноты Гудима. Пострадавшие есть? — Никак нет. После первых снарядов все дневальные и чистовые попрятались по бетонным казематам и уцелели. Принесли несколько фонарей. При их слабом свете разглядели, что разрушена лишь край бруствера, да небольшая часть порохового погреба. Торчали в разные стороны изогнутые рельсы. Ну и сила же в этих бомбах! — изумлялся Гудима, рассматривая разрушение. — Ничего себе снаряд! Двадцать пудов! Разрывной заряд! Пять пудов шимозы японского милинита! А тут попало сразу две бомбы! — пояснил Звонарев. — Летит! — вдруг не своим голосом заорал кто-то, и солдаты, сломя голову, ринулись к укрытиям. На месте остались лишь Гудима, Звонарев и Лепехин. — Спасайся! — толкнул Лепехина прапорщик. Фейерверкер тряхнул головой, расчесал пальцами свою жиденькую бороденку и спокойно ответил. — Бог, не без милости ваш, бродь, а чему быть того не миновать! И остался на месте. Все трое нервно вслушивались в стремительно нараставший свист. Звонарев чувствовал, как холодный пот выступил у него на лбу. В сознании остро билась одна мысль, одно желание — бежать, укрыться, пока не поздно. Но вместо этого он громко зевнул и срывающимся голосом спросил, который час. — Сейчас посмотрю! — глухо ответил Гудима. И в этот момент над ними пронесся со свистом снаряд и упал далеко за батареей. — Слава тебе, Господи! — сняв шапку, закрестился Лепехин. Чуток прицел поменьше, и в аккурат был бы по нас. — Без десяти три! — наконец разглядел стрелку часов Гудима. — Да рассвета ничего разбирать не стоит. Пойдемте-ка по домам. Выпустив несколько снарядов, японцы замолкли. — Да, это вам, Сергей Владимирович, не залитерная, на которую с августа не залетело ни одного снаряда, — обернулся штабс-капитан к Звонареву. — Здесь редкая ночь проходит спокойно. Жизнь на батарее литеры Б оказалась гораздо беспокойнее, чем на залитерной. Сказывалось ее расположение в первой ине обороны. В течение дня батарея по нескольку раз открывала огонь и сама часто подвергалась обстрелу. Ружейные пули почти беспрерывно посвистывали над головой. До передовых японских траншей было меньше тысячи шагов. Звонарев усердно занялся исправлением разрушенных казематов и траверса. Работать приходилось урывками. Днем японцы внимательно следили за всем происходившим на батарее. Дело подвигалось медленно. Солдаты второго и третьего взводов работали вяло, неохотно. — Спешить-то некуда, ваш бодь! — оправдывался Лепехин. — Лучше повременим, пока японец успокоится. Не то! Все разнесет снарядами. Японцы с каждым днем усиливали обстрел. Не зная, что еще предпринять, чтобы ускорить работы, Звонарев позвонил по телефону к Борейко и попросил у него совета. — Позови-ка к телефону Лепехина и Жиганова, я с ними поговорю, — предложил поручик. Оба взводные пришли, несколько растерянные и смущенные. Борейко говорил коротко, но внушительно. Фейерверкеры сбивчиво оправдывались, затем обещали, что сегодня же все будет исполнено. — Чем же ты им пригрозил, что они так завертелись? — поинтересовался прапорщик. — Сказал, что вечером побываю на батарее и оторву им головы. Если ремонт не будет закончен, а что смотрит Гудима, ведь он вас за старшего. Гудима занят шуркой, перископами и своим дневником. Едва начало темнеть, как солдаты дружно принялись за работу. Лепехин усердно подгонял своих бородачей. — Чего вы так испугались? — спросил Звонарев. — Так ведь поручик обещал у всех бороды выдрать по волоску. Весело ответил взводный. — В третьем взводе работа тоже кипела. — Днем обязательно греть до вас до топаю, и, ежели не все будет готово, задеру насмерть. Так и ревет в телефон, — рассказывал взводный Жиганов. — Он моет. Не потрафьешь, башку сорвет. Потрафьешь, водки поднесет. С таким работать весело, — говорили солдаты. Довольный успешным ходом работ, прапорщик вернулся в каземат. Вскоре туда пришел Гудима. Он был недоволен тем, что Звонарев обратился не к нему, а к его заместителю. Я не люблю ссор, Сергей Владимирович, и не хочу нарушать хорошие отношения с вами. Но все же вам следует помнить, что командую батареей и я, — поднялся Гудима. Звонарев промолчал и отправился в стрелковые окопы к капитану Шметилу. Капитану он застал спящим в блиндаже. Харитина возилась около входа, перетирая посуду. Прапорщик поздоровался с ней и пошел вдоль окопов. Стрелки почти все спали в укрытиях, и только несколько часовых через самодельные перископы наблюдали за врагом. До японцев было не больше ста шагов. Слева они подошли местами почти вплотную к проволоке, перед китайской стенкой. Справа, пользуясь оврагом, они стремились обойти батарею литеры Б с фланга. — Не спит, не ест японец, все роет, как крот, — обернулся к прапорщику часовой. — Нет у нас маленькой пушки, чтобы до него хоть бомбочку добросить. Мы пробовали приспособить ружья. — Приделаем к бомбочке деревянную палку, засунем ее в дуло и стреляем. Бывает, летит шагов на пятьдесят, а то и более, а другая тут же и рвется, двоих уже ранило. — Мы поставим у нас пару минометов для обстрела японцев. — Ты не из команды поручика Инжиевского? — спросил Звенаев. — Так точно. И вас во время боев на перевалах видел. Дозвольте узнать, как вы догадались, что я оттуда. По твоей изобретательности. Евстахи и Казимирович нас всегда учили думать над своим делом. И капитан Шметила тоже очень одобряют солдатские выдумки, награждают. Чем же? Разно бывает. Кому консервы дают, кому чай и сахар, кому новые спаги или бушинель. Прапорщик попросил показать подходящие для установки минометов места. Стрелок охотно повел его по окопу. Звенаев наметил прекрасные укрытия для людей и мин. Тут же удобно было установить и минометы. — Мы не знаем только размеров площадки, а то приготовили бы ее, — пояснил солдат. Звенаев указал. Вдвоем со стрелком они разметили землю. Вернувшись к блиндажу Шметила, прапорщик застал его уже одетым. Харитина хлопотала, накрывая стол. — Прошу чайку с Ромом, — пригласил капитан. Звенаев сообщил о выборе места для минометов. — С наступлением же темноты хочу осмотреть проволочные заграждения, чтобы обдумать, как через них лучше пропустить электрический ток. Это предприятие опасное. От проволоки до японцев всего сорок шагов. Только в дождь и туман можно проползти вдоль нее и осмотреть. — Я провожу их в благородие, — отозвалась Харитина. С неделю назад облазила без малого весь участок, когда подбирала наших раненых. — А, верно. — Она вам может очень пригодиться. Ползает, как змея. Где она так научилась, я не знаю. Белку в Сибири добывала. Она чуть где шорох или треск сразу уходит. На охоте наловчилось стрелять и неслышно подкрадываться. Пока офицеры, обсуждая детали пили чай, Харитина расположилась возле блиндажа стирать белье. Разорвавшийся поблизости снаряд, обдал ее землей. — Который день начинаю стирку, а он не дает, — пожаловалась Харитина, входя в блиндаж. — Заметь, откуда стреляют, а мы попросим артиллеристов уничтожить батарею. — Да справа, за двойной горой, где дерево растет. Аккурат за ним и будет. Звонарев и Шметилы вышли наружу. Из ближайшей бойницы капитан показал предполагаемое место расположения батареи. — Наша цель номер пять, — узнал прапорщик. — Сегодня же займемся ею. Прощая, Звонарев предложил Харитине стирать белье в бане на залитерной, заодно и сами помоетесь. — Как же я пойду вместе с мужиками, — покраснела Харитина. — Выгоните их. — А если одной страшно, возьмите с собой за компанию Шуру Назаренко. Вдвоем веселее будет. На батарее литеры Б Шура сообщила прапорщику, что Гудиму вызвали в управление артиллерии, и что он, Звонарев, оставлен за старшего на батарее. Был и заполдень, когда Звонарев увидел неторопливо приближавшего Соборейка в сопровождении Блохина. Поручик тряхнул прапорщику руку, ласково погладил по голове Шуру и пошел вдоль фронта орудий. Завидя его, кое-кто из солдат неспеша поднимался навстречу, другие продолжали сидеть на земле. Борейка нахмурился. — Жратвы, что ли, много в брюхе, что никак с земли не подниметесь? — сердце-то спросил он. — Встать! Солдаты вскочили и вытянулись. — Садись! — Встать! — садись! — командовал поручик, пока лица солдат не покрылись потом. — То-то же черти клетчатый, а то зажирели здесь без меня! — уже добродушно сказал он. В третьем взводе Борейка обратил внимание на хмурые, сонные лица солдат. — Жиган! — окликнул он взводного. — Почему твой народ невеселый? Харчи плохие, львож заело? — Никак нет. Кубыть все с одного котла едим и не жалуемся. И в баню на той неделе ходили, помылись, обстирались. — Они, ваш брось, по вас скучают! — вставил Блохин. — Я их сейчас повеселю. Гармонь с тобой, Жиганов? — Так точно. — Тащи! Через минуту взводный уселся на бетонном обломке и растянул свою тальянку. — Барыню! — скомандовал Борейка. Блохин с присвистом пошел в присядку. Солдаты сгрудились вокруг, но никто не выходил на середину. — А ну, лепеха-воха, покажи, как кержаки пляшут! — подтолкнул взводного поручик. — Я ваш брось не умею. — Да и беса тешить не хочу! — отнекивался солдат. — Он над вами дурними бородатыми и так день и ночь птишается. Можно подумать, что ты на свет Божий появился с Библией в руках! Солдаты захохотали. Лепехин досадливо оглянулся на них и, не встретив сочувствия, швырнул фуражку на землю и пошел за Блохиным. — Ай да, лепехин! Я и не знал, что это такое мостак! — подзадоривал Борейка. Увидев Шуру, прибежавшую поглядеть, поручик крикнул ей «А ну, пройдись к ним в паре!» и вывел на середину круга смущенную девушку. Лепехин, красный и мокрый от пота, продолжала стервенело бить землю каблуками. Сердитый в начале выражения лица сменилась ухорской улыбкой. И когда Шура, закинув вверх руку с платочком, павой проплыла перед ним, он, молодецкий, гикнул и пустился в такую присядку, что все открыли рты от удивления. — Как пляшет черт! Восхищался Борейка и вдруг сам пустился в пляс. Солдаты один за другим последовали за ним. — Раступись! Дай русской душе развернуться! — орал Блохин, расталкивая солдат. Пройдя один-два круга, Борейка отошел в сторону и, утирая пот со лба, кивком головы подозвал Звонарева. — Какие у тебя есть интересные цели? — в полголоса спросил он. — Номер пять. Шметил и просил обстрелять, но без разрешения начальства открывать огня не разрешается. — А она чхать мне на всех! — махнул рукой поручик. — К орудиям! — громко скомандовал он. — Цель номер пять! Бомбою! Живо, черти! Солдаты опрометью бросились по местам. Борейка взобрался на бруствер и, широко расставив ноги, смотрел по сторонам. Его огромная фигура четко вырисовывалась на фоне неба. — Ваш, бродь, как бы вас ни задело! — Да японцы тут недалечи! — подошел к нему Лепехин. — От меня пули отскакивают! — Эй, третье орудие! Не копаться! Филя, поди под скипидарих! — крикнул он Блохину, который в ожидании приказаний стоял внизу у бруствера. — Готово! — докладывали один за другим фейерверкеры, поднимая руки. Орудийные номера в ожидании выстрела прижались к брустверу. Оглядев батарею, Борейка взмахнул рукой. — Первое! Второе! — зарал Лепехин, и два огненных столба вылетели из дула орудий. — Третье! Четвертое! — подхватил Жиганов. Пушки с грохотом отлетели назад по наклонной раме лафета и затем медленно скатились на прежнее место. Борейка в бинокль наблюдал за разрывами. Японцы не замедлили ответить. Вдали резко прозвучали выстрелы, и в следующее мгновение на батарею свизгом обрушилось несколько снарядов. — Цели к лево! Два! Прицел больше на одно деление! Батарея залпом! — командовал поручик. — Не суетись! На японские гостинцы не оградывайся! Делай все с толком! — приказывал он, следя за работой орудийных расчетов. Обменявшись с японцами несколькими залпами, Борейка прекратил огонь. — Построиться с орудиями! — приказал он, соскакивая с бруствера. Когда распоряжение было выполнено, он прошел вдоль фронта, всматриваясь в раскрасневшееся от движения лица солдат. — Радуйись! — с веселыми шутками и смехом. Артиллеристы пошли по блиндажам. — Шура! — окликнул Борейка, стоявшую около своего каземата девушку. — У тебя лишние юбки, нет? — Зачем она вам понадобилась? — удивилась Шура. — Хочу прапорщику подарить! Шура так и покатилась от смеха, прикрыв лицо передником. Звонарев покраснел, но сдержался и торопливо прошел в каземат. — Парень, ты, Сережа, неплохой, не трус и не дурак. Но командир из тебя, прости, как из чего-то пуля. У тебя тут не люди, а золото, а ты хнычишь, что они никуда не годятся. Сумей подойти к ним, они заработают как черти. Затем он подозвал Блохина. — Пошли, Филя, домой! — Чудищань человек! — кивнул вслед Борейка Лепехин. — Такой хоть кого расшевелит. У него и мертвяки запляшут. Нагрешил я сегодня, прости, Господи. — Ничего, отмолишь! — успокоил его Звонарев. Через день на батарее литеры «Б» появились матросы из Баяна с двумя минометами. За ночь их установили в намеченных местах и тотчас решили испробовать. Пригласили Звонарева и Гудиму. Залитерно явились Борейка с Блухиным. Солдаты с любопытством наблюдали за приготовлениями. — Ваш бродь! — подошел Денисов. — Не пощупать ли нам японца, когда он испугается? Заглянем к нему в окопы, пошарим в ближнем тылу, глядишь, чем-нибудь и разживемся. Ты же знаешь, что вылазки строго запрещены начальством. — Так оно, ваш бродь ничего не узнает. Мы скажем, что японец напал на нас первый. Капитан долго раздумывал. — Эх, куда ни шло! — наконец согласился он. — Бери своих охотников, винтовки и бомбочки и приготовься к атаке. Но только дальше первой линии чур не лезть. Денисов исчез. Капитан приказал изготовить все самодельные пулеметы и следить за действиями охотников, чтобы вовремя прийти на помощь. Борейка и звонарев устроились возле миномета. Блохин вертелся тут же, объясняя стрелкам устройство и действия минометов. Заметив место, где японцы особенно усиленно возились, туда направили первую мину. Эффект получился разительный. От взрыва обвалился бруствер. На значительном протяжении в воздух полетели бревна, щепки, лопаты. Около сотни людей с криком бросились в тыл. Денисов со своим отрядом охотников кинулся им вслед. Через минуту первые и вторая линии неприятельских траншей были заняты стрелками. Оставшиеся на позиции солдаты, не дожидаясь команды, последовали за охотниками. Куда вы? Назад! Пытался было их остановить Шметила, но солдаты не слушались, и капитан, махнув рукой, отправился вслед за ними. На всякий случай. Надо подготовиться к отражению атаки, заметил Гудима. Я пойду на батарею. А мы с Сережей прогуляемся к японцам в гости, — отозвался Борейко и взобрался на бруствер. Прапорщик последовал за ним. Вылазка оказалась на редкость удачной. Охотники прорвались далеко в тыл и дошли почти до линии японских полевых батарей. Борейко и Звонарев миновали одну за другой шесть линий и траншей и вышли в глубокий овраг в тылу. Здесь они нашли Шметила. Из траншеи появилась улыбающаяся Харитина, на шее у нее висела пара биноклей, на поясе болталась шашка. Набрала всего, в хозяйстве пригодится. Дайте вам, ваш бротя, то у вас такой нет. Сколько за нее хочешь? Долг платежом красен, забаню это. Справа и слева участилась ружейная стрельба. Японцы переходили в контратаку. Со всех сторон стекались охотники, отстреливаясь на ходу. Сила его, ваш скородие, не менее батальона с двумя пулеметами. Подошел Денисов. Шметила оглянулся. Вечерело. Северо-востока надвигался туман. С каждой минутой становилось темнее. Вспышки ружейных выстрелов делались все ярче. Солдаты кучками проходили в тыл, то и дело оглядываясь на выстрелы. Пора и нам двигаться, — заметил Борейко. Валите. А вось мы и сами отобьемся от японцев. Начавшийся затяжной уже по-осеннему холодный дождь не позволял японцам до утра вернуть утерянные окопы. А перед рассветом последние охотники шметило, разрушив все блиндажи и засыпав окопы, вернулись благополучно назад. За минометами прочно укрепилась слава страшного оружия, против которого японцы не могут устоять. Наступила дождливая осень. Солдаты, спавшие почти всегда под открытым небом, стали прятаться в блиндажи. Скученность немедленно вызвала усиленные заболевания. Теперь уже не приходилось думать об отдыхе на утесе, людей едва хватало для обслуживания батарей. Утесовцы прочно обосновались на батареях литеры Б и за литерной и начали готовиться к зиме. Размокшая от дождей почва затрудняла боевые операции, и военные действия сводились лишь к орудийной и ружейной перестрелке. Да шметило и изредка пользовался своими минометами для разрушения японских укреплений. Японцы даже в дождливые дни продолжали возводить новые траншеи. В одну из ночей звонарев был разбужен дежурным по батарее. — Варскородие, японец на штурм лезет! — взволнованно, — доложил он. — Штабс-капитан велели вас разбудить. Торопливо надев шинели и сунув в карман наган, прапорщик вышел из каземата. Ночь выдалась темная. Моросил мелкий дождь. Со стороны стрелковых окопов доносилась ружейная стрельба, слышались крики. Лучи слабых японских прожекторов чуть пробивались сквозь сетку дождя. Остановились они на русских окопах, как бы показывая своим частям направление атаки. — Сергей Владимирович, пройдите на правой фланг и пустите несколько ракет и светящихся снарядов, — распорядился Гудима. Я на всякий случай велю зарядить пушки картечью. Если японцы прорвутся, встречу их как следует. Прапорщик направился к указанному месту. — Установить все три станка, — приказал он ракетчикам, — угол возвышения пятьдесят градусов. Солдаты с ручными фонарями выволокли переносные станки, вложили в каждый по ракете и зажгли фитили. Вымокший на дожде стопин плохо разгорался, затем огонек медленно пополз вверх по нитке, и ракеты, зашипев и выбрасывая снопы искр, взвелись к небесам. Рассыпавшись в воздухе на тысячи огненных звездочек, они ярко осветили впереди лежащую местность. Прапорщик увидел в ста сожжениях колонну, обходящую батарею справа. Японцы, поблескивая штыками, бежали густой массой в промежуток между батареей литеры «Б» и соседним фортом номер один. — Тащи мортиры! — приказал Звонарев. — Пальба светящимися ядрами, полным зарядом! Солдаты кинулись к маленьким медным пущенкам. Со страшным грохотом, перевернувшись при выстреле навзничь мортирки, выбросили свои огненные шары, которые врезались в наступающих. При ярком свете брандскугелей было видно, как японцы сразу замедлили бег, смешались, а затем и вовсе остановились. Одновременно с залитерной загремели частые выстрелы, и в японцев с визгом полетели снаряды. Эта барейка, заметив опасность, угрожавшую батареей литеры «Б» поспешил ей на помощь. В стрелковых окопах застучал пулемет. Атака была отбита. Вскоре перестрелка постепенно затихла. — Отбой! Разойтись по казематам! — издалека донеслась команда Гудимы. Звонарев приказал убрать ракетные станки и мортиры. — Зайдите ко мне на минуточку, Сергей Владимирович! — позвал его штабс-капитан. В командирском каземате Звонарев застал все еще бледное от волнения Шуру. Гудима, отряхивая мокрый плащ, знаком пригласил прапорщика к столу. — Чай готов, Шура? — спросил он у девушки. — Сейчас подам. — Расскажите, чем вы привели Шметилу в восторг? В двух словах Звонарев передал все происшедшее. — То-то стрелки вас и барейка величают своими спасителями от верной гибели. Затрещал телефон. Гудима снял трубку. — А, Боря, у нас все благополучно. — Нет ни раненых, ни убитых. Спасибо за помощь. Донесу обо всем подробно в управление артиллерии. Не будь тебя, сидели бы сейчас японцы на нашей батарее. Звонарев жив и здоров. Передаю трубку. — Здорово! — раздался голос барейка. — Оказывается, твоя Варвара большая мастерица по кухонной части. Второй раз съедаю твои обеды и пальцы облизываю. Тут есть еще письмецо тебе. Слушай, прочту. — Сэр, послезавтра вы должны по делам службы побывать в отряде Романовского. К двенадцати часам дня лошадь будет оседлана. Я еду с вами. Хорошо? В. — Ты не знаешь, Боря, зачем меня туда посылают? — Чтобы твоя Брунегильда имела возможность день твоих именин провести с тобой после длительной разлуки. Она сама придумала эту поездку, о чем мне по секрету и сообщила. — Ну, будь здоров. Утром Звонарев отправился в стрелковые окопы, чтобы подробнее узнать обо всем происшедшем ночью. Уже издали он заметил большие разрушения в проволочном заграждении. Козырьки над окопами на многих участках тоже были повреждены, брустверы снесены, окопы полузасыпаны. — Поберегись, ваш бродь, а то сегодня японец дюжит сердитый, попал ему ночью на орехи, — предупредил стрелок Звонарева. Капитан-то цел? — Слава богу, пока целый. Они ночью в самую свалку лезли, кругом смерть, они как заговоренные, только фуражку с них сбила, да погон сорвала. А Харитина — герой, ба-ба, от командира ни на шаг не отставала, двух японцев заколола, хотя ее саму чуть на штыки не подняли, стрелки спасли. Куда шла Харитина? — Здравия желаю, ваш броди. Здорово нам вчера подсобили своими ракетами да огненными бомбами. Сразу все как днем стал видать, тут мы и всыпали японцам. — Это залитерный, — открыл огонь Борейко. — Медвежья батарея, значит, не подкачала, — улыбнулась Харитина. — Солдаты там все как на подбор, подстать своему командиру, здоровые да красивые, не то что наша пехотная мелкота. Вот вы бы и переходили в артиллерию. Без капитана не пойду. Они ведь пехотинец. Где он сейчас? В блиндаже горюет. Игнатий Брониславович всегда о своих солдатах печалится, равносроднее они ему. Прапорщик застал шметила, сидящим в мрачном раздумье за столом, и поздравил с удачным отбитием ночного штурма. — Да, но какой ценой! — горько усмехнулся капитан. — Потерял столько прекрасных разведчиков, один лучше другого. На войне не без жертв, — пытался успокоить его Звонарев. — Но все же надо стараться, чтобы их было возможно меньше. Выяснив обстановку, прапорщик вернулся на батарею. — Вам телефонограмма! — протянул Звонареву бумажку Гудима. Командир артиллерии приказывал прапорщику прибыть на следующий день в управление за получением указаний по рекогностировке артиллерийских позиций и наблюдательных пунктов в районе расположения отряда капитана Романовского. Сигнальная пушка на Золотой горе грохнула как раз в тот момент, когда Звонарев входил в управление артиллерии. Одновременно на судах, стоящих на рейде, послышался перезвон склянок, отбивавших полдень. Справившись у адъютанта в управлении или белый, Звонарев постучал в генеральский кабинет. Дверь приоткрыл полковник Тахотелов. Красный от возбуждения, он спорил о чем-то с генералом. — Согласно распоряжению вашего превосходительства, в управление артиллерии прибыл, — отрапортовал прапорщик белому. — Спросите его, Василий Феодыч, он с батареей литеры «Б» и, наверное, был свидетелем и участником ночной атаки. Вместо приветствия проговорил Тахотелов. — Была ли необходимость стрельбы на залитерной? Позапрошлую ночь во время японской атаки обратился к Звонареву генерал. — Своим огнем она спасла положение. Таково мнение и Гудимы, и командира стрелков капитана Шметила. — Рапорт Гудимы я уже получил. А донесение Шметила мне пока ничего не известно. — Я же говорил, ваше превосходительство, что ему надо отдавать в приказе не выговор, а благодарность, — торжествующим тоном воскликнул полковник. Но он грубо нарушил все инструкции об открытии огня. Стольников прав, жалуясь на его недисциплинированность. — Какая тут может быть дисциплина, когда японцы голыми руками забирают батарею? Молодец, Борейко! — Вы, Василий Федорович, как хотите, а я ему от себя скажу большое спасибо. С кавказским акцентом проговорил Тахотелов. — Я знаю, ваши неизменные симпатии к Борейко, вы всегда горой стоите за него. Говорю, прямо люблю как сына. Пусть пьяница, скандалист, но все же лучший офицер у нас в артиллерии. Слов нет. Борейко прекрасный артиллерист, но крайне недисциплинирован, и никогда не знаешь, что он выкинет. На войне надо считаться только с реальной обстановкой и действовать сообразно с ней. Она же ни в какие инструкции уложиться не может. Спасибо, надо говорить Борейко, а не ругать его. Не унимался Тахотелов. — Спасибо, я не скажу. Ограничусь напоминанием о необходимости беречь снаряды. Стольников подал рапорт о болезни. Вместо него я назначаю Жуковского, который поправился. С Борейко они старые друзья. Перемещать же, Борейко, я просто боюсь. На залитерной он прижился и сидит спокойно. На новом же месте тотчас же начнет переделывать все по-своему. Хлопот с ним не оберешься. — Что прикажете мне делать? Ваше превосходительство. Почтительно справился Звонарев. — Обратитесь, душа мой, к Варе. Она уже за вас получила все инструкции. Дружески похлопал прапорщика по плечу Тахотелов. — Прошу ко мне завтракать. Благо, уже наступил адмиральский час. Там я все и объясню. — Пригласил белый офицеров. За столом вспомнили, что сегодня день Сергия Радонежского, и что, следовательно, Звонарев именинник. Варя захлопала от радости в ладоши. — Я и забыл. — У нас во второй и одиннадцатой ротах сегодня ротные праздники. Надо заехать их поздравить, — вспомнил генерал. — А пока выпьем за присутствующего именинника и пожелаем ему счастья. — Вместе с Варей, — добавил Тахотелов и захохотал. Звонарев покраснел и взглянул на часы. — Мне надо поторапливаться, — проговорил он. — Теперь рано темнеет. Белый в двух словах объяснил Звонареву задание — выбрать позиции для батарей и найти наблюдательные пункты между Голубиной бухты и деревней Яхудзуй, что угло укрепления номер пять Западного фронта. — Участок занят отрядом капитана Романовского, штаб которого расположен в деревне Юзянтунь Южный. — Этот пакет передайте капитану, — закончил Белый. — Вы-то зачем едете со мной? — справился прапорщик Уваре, когда они двинулись в путь. — С вами! Не слишком ли много чести? Я еду по распоряжению главного врача нашего госпиталя, чтобы передать медикаменты и перевязочные материалы в западный отряд. День выдался довольно теплый, ясный. Японские батареи, воспользовавшись улучшением погоды, начали усиленно обстреливать внутренний рейд и порт. Несколько снарядов упало около городка артиллеристов. — Придется ехать вокруг Пресного озера, чтобы миновать район обстрела, — решил Иваре. Миновав старый город, они очкились в новом городе. Здесь было тихо. Пользуясь теплым солнечным днем, публика, в большинстве раненые прогуливались по набережной. Среди гуляющих Варя и звонарев увидели Вениаминова под ручку с лолочкой. Прапорщик хотел было их окликнуть, но Варя ударила на гайкой его лошадь. — Не смейте здороваться с ними! — грозно зашипела девушка. — Не позволила она своему спутнику и завернуть к дому Акинфиевых. — На обратном пути полюбуетесь на вашу ненаглядную Наденьку, которая так эффектно натянула вам нос, выйдя замуж за вашего же друга, — иронизировала Варя. Проехав мимо морского госпиталя, они свернули на дорогу, ведущую Голубиной бухте. Здесь было тихо. По дороге двигались, скрипя огромными колесами, китайские арбы, трахтели две-три военные повозки. С моря тянул прохладный солноватый ветер. Лошади, радостно пофыркивая, шли широкой рысью. Кубань, легкая и грациозная, красиво перебирала своими точеными ножками в белых челочках. За ней следовал более крупный и тяжелый дон, поекивая селезенкой. Скоро Варя и Звонарев увидели перед собой деревню Юдзяньтун. У крайних домов преграждает дорогу. Стоял длинный стол, за которым сидело человек двадцать офицеров. Тут же рядом в канавик пошились денщики, откупыривая бутылки. Несколько поодальпесельники выводили какую-то залихватскую мелодию. Заметив приближающихся всадников, сидевший на председательском месте полковник, в котором Звонарев узнал Ирма, намахнул рукой, офицеры вскочили с бокалами в руках, хор грянул веселую песню. Звонарев начал было придерживать лошадь, но Варя, ударив кубань на гайкой, карьером понеслась навстречу расступившимся перед нее офицерам. Птица и прилетела через накрытый стол и помчалась дальше. Дон тоже ринулся вперед и с размаху взял этот своеобразный барьер, причем Звонарев едва не вылетел из седла. Сзади раздались дружные аплодисменты. Догнав Варю только за деревней, прапорщик сердито спросил, что за фантазия пришла вам в голову брать с Маху такие препятствия? Я чуть не упал и не покалечил Дона. Ну и чудак вы! Неускочимый! Нас напоили бы до пьяна. Я отказался бы от выпивки. Ирман приказал бы вам выпить, как старший в чине, и вообще отказываться страшно неприлично. Какой же вы тогда офицер? Мне было бы стыдно ехать с вами, а так вы против своей воли даже заслужили аплодисменты. Они предназначались вам, а не мне. Конечно. Честь барьера гораздо больше принадлежит Дону, чем такому горе-издаку, как вы, который сидит на лошади, как собака на заборе. Ну вот и Юдзянь-тунь. — Справа у Большой Фанзы виден красный флаг, и около стоят заседланные лошади. Там, верно, и помещается штаб Романовского, а вон дальше на Кумирне — флаг Красного Креста. Я туда и поеду. Когда освободитесь, заезжайте за мной. Хорошо. Варя вздохнула. — Мне бы очень хотелось проехать с вами до самого моря, но боюсь, что Романовский будет этим недоволен. Я упрошу его взять вас с собой. Я буду тиха, скромна. Одним словом, пай, девочка, так ему и скажите. Варя подняла лошадь в голову. — Прошу садиться, господин Звонарев, — придвинул Романовский стул прапорщику. Звонарев сел. И пока Романовский читал бумаги, осмотрелся вокруг. Фанза, которую занимал капитан, была чистая, просторная. В узорчатых окнах вместо обычной у китайцев цветной бумаги блестели стекла. На стене против окон висела подробная карта Артура с нанесенными на ней укреплениями и две большие схемы севастопольской обороны. На столе лежали какие-то книги, в глубине виднела складная походная кровать. — Значит, вы желаете проехаться со мной вдоль расположения моего отряда? — закончил чтение капитан. — Так точно. Если, конечно, это вас не затруднит. — Нисколько. Погода прекрасная, я с удовольствием прокачу сверху. Капитан позвал денщика и приказал седлать лошадь. — Мы отправимся сначала на берег моря, а затем проедем вдоль фронта по направлению к Артуру, — объяснил капитан. — Возможные позиции и наблюдательные пункты я нанес на эту карту, которую возьму с собой. Это ускорит и облегчит нашу работу. — Со мной приехала мадемуазель Белая, дочь нашего генерала. Она хотела бы сопутствовать нам. Робко проговорил прапорщик. — Она интересная, — улыбнулся капитан. — Весьма своеобразна, во всяком случае. — И прилично ездит верхом? — Очень. Буду рад с ней познакомиться. Подъехав к Кумирне, где расположился отряд Красного Креста, они вызвали Варю. Узнав о приезде начальника отряда, на крыльцо вышел врач. — Нас можно поздравить. Мы, наконец, получили необходимые нам медикаменты и перевязочный материал, — радостно сообщил он. Нам его любезно доставила сестра Белая. — Позвольте поблагодарить вас, мадемуазель, и выразить свое удовольствие по поводу предстоящей совместной прогулки, — протянул руку девушке капитан. Через пять минут они ехали по направлению к Голубиной бухте. Варя посредине, офицеры по бокам. — Вы прекрасно сидите на лошади, мадемуазель, — заметил Романовский, критически осматривая Варю. — Повод держите крепко, лошадь хорошо слушается вас. — Дайте вам в руки меч и копье, и вы станете воплощением девы-воительницы. — Я всего лишь скромная казачка, — ответила девушка, польщенная похвалой. Вскоре впереди открылась Голубиная бухта. В нескольких десятках сажений от берега из воды торчал остров Миноносца Внушительный, взорванного здесь одиннадцатого февраля командой при приближении японцев. Исковерканные трубы, обломанные мачты и сиротливо стоявшие на палубе пушки, четко виднелись на лазурно-голубом фоне воды. Памятник трусости наших морячков! Вместо того, чтобы принять бой, они поспешили выброситься на берег и взорваться, — воскомерно заметил Романовский. Выехав к берегу севернее Юдзянтуня, всадники направились к небольшому скалистому, на полверсты выдающемуся в море мысу, именуемому промежуточной горкой. На нем виднелись стрелковые окопы, а дальше, маскируясь со стороны моря, скорострельная пушка и несколько фанс, на ближайшей из них висел маленький флажок. Сюда Романовский направил своего коня. Спешившись, офицеры вошли в дом, а Варя пошла навестить знакомых китайцев. При появлении начальника отряда из-за стола вскочило несколько человек. Один из присутствующих, штабс капитан Соловьев, отдал рапорт Романовскому. — Прошу вас, господа, отправиться к своим частям. Я обойду весь участок. Обратился к ним Романовский. Офицеры поспешили выйти из фанзы, за исключением Соловьева. — Сейчас мы втроем, пардон, вчетвером, я упустил из виду мадемуазель Белую, направимся к деревне Шанья-Тоу. Побываем на горке, что к северу от нее. Там расположены окопы сборной роты штабс-капитана Соловьева. — Придется немного обождать, пока приведут мою лошадь, — предупредил Соловьев. — Мы тем временем пройдемся к ближайшим окопам. В нескольких сотнях шагов по берегу виднелась скала, высотою в тридцать-сорок сажений, на вершине которой был устроен полукругом окоп фронтом на север и запад. Отсюда открывался широкий вид на бухту и море, а также на прибрежные холмы, занятые японцами. Романовский, на ходу здоровый со стрелками, прошел вдоль окопа и поднялся на бруствер. Звонарев и Соловьев последовали за ним. Звонарев осмотрелся. Скала, на которой они находились, вдаваясь в море, делила голубиную бухту на две части — меньшую северную, берег, который был занят японцами, и большую южную, оставшуюся за русскими. На стороне японцев было заметно движение. В море плавало много парусных и весельных шлюпок. На берегу суетились рыбаки, вытаскивая сети. Им помогали небольшие группы японских солдат. Несколько ближе к русским японцы косили пожелтевшие гаолян, тут же рядом паслись лошади. — Картина совсем мирная? — заметил прапорщик. — Да, стреляют здесь редко. Мы экономим снаряды, а японцам стрелять не почем, все голо и пусто. У нас здесь так мало войска, что задирать неприятеля нам не приходится. — Подошедший солдат доложил, что лошади заседланы. — Где же мадемуазель Белая? — оглянулся Романовский. — Вы не видели, сестры милосердия, что приехала с нами? — спросил он у стрелков. — Она находится в фанзе, в которой стоят артиллеристы и подпоручик с ними. Звонарев и Романовский застали Варю в разгаре операции. Она старательно обмыла нарыв и ловко вскрыла его. При этой операции солдат то и дело вскрикивал от боли, но Варя не обращала на него никакого внимания. — Грязь у вас, господин подпоручик, поразительная. Все солдаты завшивили. Не мудрено, что они болеют в таких антисанитарных условиях, — в полголоса отчитывала Варя молодого офицера. Романовский молча наблюдал эту сцену. Заметив его, подпоручик сбормотал в ответ что-то неразборчивое. — Надо сегодня же вынести и проветрить все тюфяки, а фанзу вычистить и побелить, а то у вас лошади прекрасно убраны, а люди живут по-свински, — наставляла девушка. — У кого еще что болит? — спросила она солдат. — У меня сильно тело свербит сестрица, — проговорил один из них. — Сними рыбашку. Пока солдат раздевался, Варя обернулась и, увидав капитана, нахмурилась. — Я, конечно, очень признателен вам за проделанную работу, мадемуазель, но сначала следовало бы спросить на это у меня разрешение, — заметил Романовский. — Я сам попросил сестру осмотреть солдат. Наш фельдшер заболел, и мы лишены всякой медицинской помощи, — заступился за Варю подпоручиком. — В таком случае мне остается лишь извиниться перед мадемуазель Белой, а вам указать, что добровольные сестры не располагают знаниями даже ротного фельдшера. — Я сдала фельдшерский экзамен, работаю в госпитале и знаю наверняка много больше, чем аширотные эскулапы, — сердито отозвалась Варя. — Опять неудача. Деланно засмеялся Романовский. — Еще раз извиняюсь. — Выклад. — Ездите верхом, как Брунегильда. Лечьте не хуже самого эскулапы и воинстины не менее афинные паллады. Путь до Шаньятоу был проделан без приключений. Романовский разговаривал с Соловьевым, а Звонарев с Варей ехали сзади. — Терпеть не могу этого задаваку. — Я начальник отряда, потрудитесь меня слушать, я предупреждаю, — передразнивала Варя Романовского. — Папа, генерал, и то так не разговаривает со своими подчиненными. — Давайте отстанем от них совсем или поедем другой дорогой. — Мне неудобно. Я ведь командирован в его распоряжении. Варя вздохнула и замолчала. Соловьевская горка, как ее называли по имени командира оборонявшей роты, оказалась полевым укреплением усиленной профилей с двумя рядами проволочных заграждений и прочными блиндажами для стрелков. На флангах стояли два пулемета, а несколько сзади, около деревни, находилась скорострельная пушка. С этой позиции открывалась огромная панорама от глубины бухты на западе до горы высокой на востоке, то есть на протяжении почти восьми верст. Прекрасно были видны японские тылы в районе высокой. И Звонарев с удивлением заметил, что японцы успели уже взобраться почти до половины горы. — Однако они времени даром не теряют, — проговорил он, указывая на неприятельские траншеи. — Зато мы о них совсем не думаем. — Будь у нас здесь хотя бы две старые шестидюймовые пушки, никогда японцы не смогли бы не только взять, но и приблизиться к высокой. Прошу вас обо всем этом довести до сведений вашего начальства, — ответил капитан. Проходя мимо группы солдат-стрелков, капитан неожиданно велел некоторым из них раздеться. Поеживаясь от свежего ветра стояли голые люди. Осмотрев их, Романовский брезгливо потрогал заношенное грязное солдатское белье, кишевшее вшами. — Да, мадемуазель, белые кое в чем права. Вши и грязь могут оказать большее влияние на длительность обороны крепости, чем все осадные батареи вместе взятые. Поэтому борьба с ними не менее важна, чем с японскими шпионами и пушками. Господин штабс-капитан, намотайте это на свой длинный ус. Прозябшие солдаты поспешили натянуть на себя одежду в полголоса, ругая начальство. Уже вечерело, когда офицеры вернулись в деревню, где оставалась Варя. Увидев Звонарева, она торжественно потрясла объемистым мешочком. Я достала чесноку, который сейчас в Артуре на вес золота, здесь его фунтов десять. Это все китайцы, им спасибо надо говорить, — пояснила девушка. Обещал завтра принести нам домой большую рыбу, которую еще и сам не поймал. Рыболовство строго запрещено приказом Стесселя, — напомнил Звонарев. Есть все хотят, и солдаты, и офицеры. Поэтому начальство и смотрит сквозь пальцы на нарушение этого распоряжения. Китайцы знают, как надо ловить здешнюю рыбу, и где она больше всего водится. Если бы не наши китайские друзья, то мы бы давно голодали. — Значит, и я еще не умер с голоду, — благодаря китайцам, — спросил прапорщик. — Конечно. Ели конину и чумизу. — А теперь при их помощи питайтесь прилично, — пояснил Иваря. — Вы покончили с делами? — Так точно, госпожа Амазонка, — откозырял прапорщик. — Тогда поехали домой. — Разрешите считать мою задачу выполненной? — спросил прапорщик Урмановского. — Вполне. Свернув на Юдзянтун, Зварев и Варя пустили коней рысью и миновав деревню, вскоре оказались на окраине нового города. Солнце уже садилось, но на западе четко выступали высокая и окружающие ее горы. Царила полная тишина. Очевидно, на позициях шла вечерняя смена частей. Вдруг на батарее Золотой горы взлетел огромный столб огня, сопровождаемый целой тучей искр. За ним другой, третий. Донеслись гулки и звуки, выстрелов, многократно повторяемые эхом. — Зейц старается. И когда он только спит? — Каждую ночь будет меня своей канонадой, — проговорила Варя. — С тротуара их окликнули. Звонарев узнал Сахарова. — Откуда путь держите? — поинтересовался здоровый эскапитан. — Я так давно не видал вас, что решился даже задержать на дороге. — Мы знакомились с расположением войск на левом фланге, — важно, — заявила Варя. — Сергей Владимирович интересовался артиллерийскими позициями, а я — обстановкой медицинской части. — Которую она нашла в полном беспорядке, за что и объявил Романовскому выговор, — закончил Звонарев. — Если не очень устали, милости прошу заглянуть ко мне тут, рядом. Третий раз справляю новоселье с момента начала тесной блокады. Сюда, покуда снаряды еще не залетают, я хотел бы показать мадемуазель Варе несколько японских кимоно, а также кое-какие безделушки. — На десять минут можем зайти, — решила Варя, соскакивая на землю. Появившиеся деньщики взяли лошадей. Небольшая, в три комнатки уютная квартира Сахарова вся утопала в коврах. Они лежали на полу, висели на стенах, покрывали кушетку, служили портьерами на дверях. Всюду красовались различные безделушки в виде драконов, рыб и мифических животных. В углу, под иконой, находился большой золоченый Будда с неизменным лотосом в руках. Капитан провел своих гостей в спальню и распахнул большой гардероб. В нем висело несколько десятков кимоно всевозможных цветов и размеров из самых разнообразных материй, тяжелые и парчевые, вышитые золотыми и серебряными драконами и совсем невесомые, из тончайшего шелка, похожего на паутину, и теплые на вате с меховыми воротниками, сплошь расшитые разноцветным бисером. Драконы, змеи, лотосы, хризантемы, цапли, вишни — все это переплеталось в сложном узоре вышивки. Валя с чисто женским любопытством рассматривала эту своеобразную коллекцию. — Откуда они у вас? — Досталось от одного знакомого. — Я лишь постарался сохранить их от порчи. — Разрешите предложить вам, мадмазель, один из них на выбор. — Что вы, Василь Васильевич, мне просто неудобно принимать такие подарки, — отнекивалась девушка. — Мне они достались даром. — Я, откровенно говоря, не знаю, что с ними делать. Вам же может пригодиться. Поэтому позвольте из личной симпатии к вам и из уважения к вашим родителям, которые всегда так мило относятся ко мне, сделать маленький подарок. Вы доставите мне тем большое удовольствие, — упрашивал Сахаров. Соблазн взял верх. И небольшое, совсем прозрачное кимоно, которое все можно было собрать в горсть, перешло в собственность Вари. Она захотела тут же его примерить. Мужчины вышли в соседнюю комнату. — Каково положение у Романовского? — справился капитан. Я очень интересуюсь этим участком, так как вся моя связь с внешним миром идет через Голубиную бухту. Нельзя ли взглянуть на вашу карту? Прапорщик любезно протянул свой планшет. Сахаров быстро перенес к себе и линию строжевого охранения с наличными укреплениями. Затем он расспросил о дальнейших планах обороны и мерах к усилению этого участка. Звонарев подробно рассказал все, что ему было известно по этому поводу. Капитан его поблагодарил. — Позвольте в знак моей признательности подарить вам маленькую безделушку. Протянул он Звонареву брошку в виде красивой бабочки и филигранной работы. — Благодарю вас, но я, право, не знаю, что мне с ней делать. Подарите, мадемуазель Белой. Она ей, наверное, понравится. Не конфустись, молодой человек. Мы все были когда-то молоды и ухаживали за девушками. Ласково потрепал он по плечу прапорщика. Последнему ничего не оставалось, как принять подарок. — Не правда ли оно мне очень к лицу? — впорхнуло в комнату Варя в темно-вишневом, расшитом золотом и серебром кимоно. — Минуточку. Сейчас раздобудем гребень и веер. И Сахаров вышел из комнаты. Звонарев молча протянул девушке подарок капитана. — Какая прелесть! Это Василий Васильевич вам дал? — восхищалась Варя. — Нет, мне прислали ее от китайского Багдыхана. Кстати, с вашим продолговатым лицом и довольно-таки основательным носиком вы мало походите на дочерей страны восходящего солнца. — Я, конечно, гораздо красивее их. — Какое самомнение? — Те хорошенькие куколки, а вы просто кубанская амазонка. А ну вас замолчите! — растердилась Варя. Выбрав из принесенных Сахаровым вееров и гребней наиболее подходящие к ее кимоно, девушка потребовала зеркало и стала перед ним охорашиваться. — Похоже, я на гейшу! — спросила она у капитана. — Конечно, только гораздо красивее. — Вот, видите? — торжествующе обернулась Варя к Звонареву. — О вас в последнее время много говорит князь Гантимуров, — вкратчиво сообщил Сахаров. — Я не переношу его. Зато он от вас без ума. — Если он вздумает высказать мне свои чувства, то боюсь, что он останется без головы. Ну, нам пора. Большое, большое спасибо вам, Василий Васильевич. Сахаров приложил руку к колбу. — Нет ли у вас средства от мигрени? — Можно достать феноцитин. Завтра же вам привезу. Вид у вас не совсем здоровый. Дайте-ка пульс проверю. Перешла на докторский тон Варя. — Учащенный. — Небольшой жарок. — Покажите-ка язык. Я уже кое-что понимаю. В медицине обложен. — Надо немедленно же обратиться к врачам. Сейчас в связи с недостатком и ухудшением качества воды сильно распространяется брюшной тиф. Не пугайте, ради бога. Мне гадалка давно предсказала, что я умру от тяжелой болезни. — Завтра с утра навещу вас по дороге в госпиталь, — на прощание подтвердила Варя. — Теперь прямо домой, — обернулась она к Звонареву, когда они сели на лошадей. Луна закрылась тучами, с моря налетел туман, и Артур утонул во мраке. Спотыкаясь на каждом шагу, лошади медленно двигались по разбитым бомбардировкой улицам города. Когда путники миновали доки и свернули к артиллерийскому городку, до их слуха долетел из передорожной канавы тихий плач. Варя сразу остановила лошадь. — Кто тут? — громко спросила она, вглядываясь во тьму. — Сергей Владимирович, чиркните спичку. Схлипывания сначала прекратились, а затем послышались вновь. Не дожидаясь, пока Звонарев зажжет огонь, девушка соскочила с лошади. Прапорщику удалось, наконец, зажечь спичку. При ее слабом свете Варя увидела бедно одетого ребенка, лет десяти и двенадцати, вытиравшего кулаками заплаканное лицо. — Сегодня и избу разбила, тядьку убила, — сквозь слезы ответил он на вопрос Варе, — а мамка еще в апреле умерла. — Пойдем со мной. Я тебя накормлю и устрою. Как тебя звать-то? — Вася Зуев. Куда вы меня поведете? — В городок. Перестань плакать и пойдем, — распоряжалась Варя. Мальчик повиновался. Скоро они добрались до дому. — Здесь живет усатый генерал, — проговорил Вася. — Да, это мой папа. Мальчик недоверчиво покачал головой. Отдав конюхом лошадей, Звонарев и Варя направились в дом. Вася неожиданно заупрямился и не захотел идти с ними. — Боюсь я. Генерала не сердитый. — Мой папа совсем не сердитый, не упрямся, — уговаривала мальчика Варя. Вася стоял в нерешительности. — Иди без разговоров. Рассердилась Варя и повела мальчика за руку. — Мама, посмотри, какого я тебя привела, внука! — весело закричала она из передней. — Чего еще придумала? — отозвалась Мария Фоминишна, выходя в переднюю. — Где ты подобрала этого хлопчика? — Варя рассказала. — Видать, плохо кормленный. Такой худой и совсем раздет. — Накорми его, а я поищу для него что-нибудь из одежды. — Смотри, только не воруй, а то выгоню! — пригрозила Белая. — Вася густо покраснел и что-то пробормотал себе под нос. — Не обижай его, мама. Он хороший, честный, только бедный мальчик. Не правда ли, Вася? — ласково погладила Варя его по голове. — Сначала я его выкупаю. И Варя поспешил увезти его в ванную. Звонарев тоже умылся, а затем направился с докладом в кабинет к генералу. Белый внимательно его выслушал. — Я попрошу вас нанести линию расположения отряда Романовского у меня на карту. Что касается его соображения о значении занимаемого им участка, то нам это хорошо известно. Вскоре Мария Фоминишна пригласила их к ужину. Прогладавшийся за день прапорщик отдал должное всему, что находилось на столе. Только к концу ужина появилась Варя. — Вымыла я Васю зеленым мылом с головы до пят, обстригла его лохмы, накормила до отвала и уложила спать, — тараторила она. Велела себя называть тетей Варей. Он будет у меня на побегушках здесь и в госпитале. — Ты прежде всего присмотрись. — Что он за ребенок? — охладила пыл дочери Марии Фоминишны. — Что же вы не похвастаетесь полученным от Сахарова подарком? — спросил Звонарев. — Ой, я совсем забылась, — похватилась Варя и выбежала из комнаты. Через некоторое время она появилась в кимоно с брошкой на груди. Не правда ли, мамочка, оно прехорошенькое, совсем как из паутинки, и очень не к лицу. Бабочка словно живая. — Почему это, собственно, Сахарову вздумалось сделать тебе такие подарки? — недоумевала Мария Фоминишна. — Он говорил, что не знает, куда девать это кимоно. Брошку же я получил от Сергея Владимировича, а он от Сахарова. — Сахаров большой, умница и хитрец. — Никогда ничего зря не делает. Очевидно, вы ему зачем-то нужны. — Наверное, он скоро что-либо попросит у вас, — предупредил Белый. — Я напишу ему письмо с благодарностью, — добавила Мария Фоминишна. Прапорщик начал прощаться. — Куда вы? — Неужели отправитесь на ночь, глядя пешком к себе на батарею? — заволновала Сваря. — Мама, а почему бы Сергею Владимировичу не переночевать у нас, хотя бы в папином кабинете? — И в самом деле... — Оставайтесь-ка, молодой человек, утром мы вместе с вами побываем у Кондратенко и окончательно решим, что нам делать на участке отряда Романовского, — решил Белый. — Вот и отлично! — захлопала в ладоши Варя. — Вы с Варей совсем на дружеской ноге? — улыбнулась Мария Фоминишна. — Она все время так самоотверженно заботится обо мне. — Я глубоко благодарен ей за это и весьма ценю ее дружбу, — ответил Звонарев, невольно краснея под внимательным взглядом Марии Фоминишны. Через полчаса прапорщик уже лежал в чистой постели на мягком кожаном диване. Перед сном Мария Фоминишна зашла в комнату дочери, Катя уже лежала под одеялом, а Варя, нетерпеливо мировками, расчесывала на ночь свои длинные волосы. — С каким бы удовольствием я обрезала эти противные косы, с ними одна только морока! — сердилась она. — Краса девичья краса, — заметила Мария Фоминишна. — Да не торопись ты так. — На что мне нужна эта краса? — Не тебе нужна. — А людям, твоему будущему мужу. Я замуж не пойду. — Катя громко расхаталась. — Тот ты со звонарева глаз не сводишь и готова с ним скакать верхом, хоть на край света. — Слушай, Варя, — серьезно проговорила Мария Фоминишна, — сегодня у меня была Вера Алексеевна и сватала тебя за князя Гантимурова. — Ты же, мама, сама говоришь, что мне еще рано думать о замужестве, верно? — Но люди, видно, считают, что ты уже заневестилась, и засылают сватов. — Надеюсь, ты ее выпроводила, не солоно хлебавши. — Обещала поговорить с тобой. — Теперь ведь вы, молодежь, сами все решаете, старших не спрашиваете, — вздохнула Мария Фоминишна. — А как ты, самокрутка, и шла за папу? — Небось, тоже не спрашивала разрешения у деда с бабкой. — Возразила Варя. — Не тебе судить твоих родителей, дерзкая девчонка, — вспыхнула мать. — Не о нас речь, а о тебе. — Давай, мама, условимся, что ты всех женихов будешь отваживать. Я, мамочка, свой выбор уже сделала, и менять его не собираюсь. Мария Фоминишна с удивлением посмотрела на посерьезневшее лицо дочери. — Но если он тебя не выберет, — спросила она. — Выберет? Как он посмеет не выбрать? — упрямо проговорила Варя. — Я буду только рада этому. Он, юноша, хороший. Ну, спите, детки. И Мария Фоминишна вышла. Когда Звонарев проснулся и торопливо оделся, генерал уже ушел в управление. — Почему меня не разбудили? — спросил прапорщик Уваря, которая встретила его у входа в столовую. — Воспитанные люди прежде всего здороваются. — Это раз. Во-вторых, папа сам не велел вас будить, чтобы вы хоть немного отдохнули после длительного пребывания на позициях. А в-третьих, садитесь пить чай, — скомандовала девушка. В столовой сидели Мария Фоминишна, Катя и Вася. Последний был нагло острижен и сиял от восторга, глядя на свои новые брюки и рубаху. Его круглое в веснушках лицо со вздернутым носом и живыми глазами было преисполнено сознание собственного достоинства. Когда прапорщик занял свое место за столом, мальчик дружески ему улыбнулся, как старому знакомому. — Вы не настоящий офицер, — неожиданно проговорил он. — Это почему? — У вас на груди и птица, — показал Вася на золотого орла, значок технологического института. — Значит, вы инженер, а не офицер. После чая Звонарев и Варя с Васей отправились в новый город. — Вы проводите меня в госпиталь, а по дороге мы зайдем к Сахарову, — распорядилась Варя. День выдался пасмурный, прохладный, бомбардировки не было. С позиций чуть доносилась ружейная и артиллерийская стрельба. У пристани покачивалась одинокая ярко раскрашенная лодка. На носу с обеих сторон красовались два рыбьих глаза, а вдоль избивался желтый-розовый дракон со страшно выпученными глазами. Китаец-лодочник грелся на солнце. — Эй, вставай, ехать будем! — подбежал к нему Вася. Китаец вскочил. Варя с Васей сели на переднюю банку, Звонарев поместился сзади. Китаец оттолкнулся от берега и, ловко вращая весло, заставил лодку быстро двигаться вперед. Вот Вася не спускал с него восхищенный глаз. — Вот, здорово-то! Я хотел был тоже научиться, юла-юла, но у меня ничего не вышло, — проговорил он. — Я вчера совсем собрался в 25-й полк. Есть там такая переодетая солдатом тетя Харитина, она бы пристроила у себя, а тут вы наехали. Мы знаем Харитину. Этот дядя находится на позициях рядом с ней. Он расскажет ей про тебя все. Я сам с ним поеду, а я тебя туда не пущу. Вася призадумался. Ему и хотелось побывать на самых позициях, где идет настоящая война, но он боялся рассердить тетю Варю. Сахаров с трудом поднялся с дивана им навстречу. — Я принесла лекарства, но вид у вас совершенно больной. Вам надо немедленно же лечь в госпиталь, — сразу определила Варя. Хотите, я сейчас это устрою? — Говорят, в Красном Кресте благоустроеннее, чем у вас в сводном госпитале. Лучше уход, питание, даже врачи. Просто они богаче нас, и у них все есть. Я могу сбегать и туда. Не смею вас беспокоить. — Да, вас, кажется, можно поздравить. Сейчас заходил Гантимуров и сообщил, что сама Вера Алексеевна решила вас сватать. Звонарев удивленно посмотрел на Варю. — Да, она вчера была у нас и говорила с мамой. Я решительно отказалась. Гантимуров внушает мне отвращение. — Между нами, говоря, я разделяю вашу антипатию к князю. Да, кроме того, есть и другие обстоятельства, в силу которых я только приветствую ваше решение. — Не секрет, какие именно? — Именно секрет. Тогда прошу извинения. Мы отправимся устраивать вас в Мариинскую больницу Красного Креста. — Хочу воспользоваться вашим присутствием и послать вашему батюшке короткую деловую записку. Сахаров присел к столу. Вот и все. Протянул он Варе маленький конверт. — Быть может, Сергей Владимирович побудет со мной, пока вы будете в отсутствии? — попросил Сахаров. — С величайшим удовольствием, — отозвался прапорщик. Варя в сопровождении Васи ушла. — Я не знаю, какой характер отношений между вами и мадемуазель Белой. — Но, несомненно, что вы очень с ней дружны. — Не больше. — Пусть так. — Я хотел вас предупредить, что у Гантимурова наследственный сифилис. Он пытался и еще будет пытаться стать ее женихом. Как, друг, вы должны обо всем предупредить Варю? — Мне не совсем это удобно. Я лучше передам это самому генералу. Я ему написал. Но на всякий случай ставлю и вас в известность. Князь зарится на приданное, мадемуазель Белой. — Разве она так богата? — Кое-что имеется. — А князь вообще непорядочная личность. — Многое я мог бы вам порассказать. Да, к сожалению, вы речайший гость у меня. Надеюсь, вы не забудете меня в госпитале. Стараюсь навещать вас, возможно, чаще, как только мне позволят обстоятельства. Варя же, конечно, будет вас навещать каждый день. Раздался стук в дверь, и вскоре появился Фок. Сахаров болезненно скривился. Ужасно голова болит. — Прошу ваше превосходительство извинить, что я не вышел вам навстречу, — приподнялся с дивана капитан. — Сидите, сидите, Василий Васильевич. Вам нужен полный покой, — успокоил его Фок. — Собираюсь ложиться в госпиталь Красного Креста. — И правильно делаете. — Я за последнее время довольно хорошо познакомился под вашим руководством. Сведением делайте фонтая. Если понадобится, могу временно заменить вас, приглядывая за служащими. Глаз у меня на жуликов и прохвостов острый, недаром в жандармах служил. Буду благодарен. Этим вы мне окажете неоценимую услугу. Все на этом свете имеет свою цену в золоте. — И жизнь, и честь, и совесть. Все продажно, дорогой Василий Васильевич. Весь вопрос только в том, сколько что стоит. Возвращение Варе прервало разговор. Через час вас будут ждать в Мариинской больнице. Пока устроитесь в палате на двоих, а затем перейдете в одиночку. Я буду заходить к вам каждый день, а если понадобится, то и подежурю у вас. — Не знаю, как мне вас и отблагодарить, милая барышня. — Остану с вашим должником до самой своей смерти. Варя и Звонарев раскланились. Оставшись вдвоем с Сахаровым, Фо сразу изменил тон. — Поскольку вы ложитесь в больницу, необходимо, чтобы все ваши связи перешли ко мне. — Короче, вы хотите меня отстранить под благовидным предлогом? — ядко усмехнулся Сахаров. — Так знайте же, если вы мне напортите в Артуре, то я вас в международной прессе раскрашу. — Дорогой Василий Васильевич, да как у вас язык повернулся произнести такие слова. Я, быть может, и про хвост, но во всяком случае не дурак. Нет, милый друг, вы определенно больны, тяжело больны. Ложитесь в госпиталь, поскорее выздоравливайте, и мы еще много поработаем с вами вкупе и влюбе на общую пользу, — обнял Фок Сахарова за плечи. Капитан из-под лобья недоверчиво смотрел на своего собеседника, стараясь разгадать, где кончается комедия, и начинаются настоящие дружеские чувства к нему. — Я хотел бы вам верить, ваше превосходительство, — наконец глухо произнес он. — Дурак, дорогуша, тот, кто кому-нибудь или чему-нибудь верит. Оставьте веру богомольным старушкам. Мы же реально мыслящие люди, должны знать, а не верить. Ответил Фок. — А теперь собирайтесь в путь-дорогу, — уже деловито проговорило. Сахаров, держа с рукой за голову, подошел к секретному шкафу и вынул оттуда пачку бумаг. — Здесь вы найдете все, что вас интересует по части моих связей. Фок небрежно взглянул на них и, сложив вдвое, спрятал в нагрудный карман своего сертука. Лицо его по-прежнему было невозмутимо и непроницаемо. Мне удалось уговорить Веру Лихсемну взяться за сватовство этого шалопая Гантимурова к дочери Белого. Теперь надо думать, что в их селе обретут реальную ценность. Сейчас я посмотрел на эту девчонку, и, ей-богу, мне жалко стало, что она достанется такому мерзавцу, как наш князь. — Не достанется, — подумал Сахаров и велел Денщику подать экипаж. Вечером того же дня Фок с очками на носу сидел за письменным столом и, чисто немецкой педантичностью, изучал толстые грозбухи дел Тифантаевских предприятий. Вошедший Денщик доложил о приходе Гантимурова. — Я потерпел неудачу у мадемуазель Белой. Сейчас Вера Алексеевна передала мне от ее имени решительный отказ. Нездоровая спроговорил князь. — Тоже помешал вам? — Неужели этот румянощеки и прапор? — Нет. — Этот мерзавец Сахаров. Он сообщил Белым, что я болен наследственным сифилисом. — Ну, вы это знаете наверняка. Он и раньше грозил мне сообщить обо всем Белому. Князь встал и нервно зашагал по комнате. — Я готов задушить этого подлеца своими руками за то, что он спас порядочную девушку от опасности заболеть неизлечимой болезнью картины, достойная богов. Я решил его убить. Он от меня не уйдет. — С моей стороны возражений не встречается. — Скажу больше. Если вы не ликвидируете Сахарова любым способом, то я передам вас в руки военно-полевого суда по обвинению в государственной измене. — Резко проговорил Фок. — Я вас больше не задерживаю, поручик, князь Гантимуров. Уже с обычной холодной насмешкой закончил генерал. Побледневший князь вытянулся, щелкнул шпорами и, не прощаясь, вышел из кабинета. Глава вторая С возвращением Жуковского на батарею литеры «Б» Звонарев почти после двухнедельного отсутствия вновь переселился на залитерную, чему Борейко очень обрадовался. — Соскучился я по тебе, дружище, — гудел он. — Я тут много о чем передумал с солдатами. Нам нужно начать под копы под японские траншеи и взрывать их на воздух. Они теперь близко подошли к форту, и надо начинать подземную войну. — Поезжай в штаб, Кондратенко, и изложи ему на словах свою позицию. Он ведь очень ценит и поощряет всякую инициативу, особенно младших офицеров и солдат. Поручик отрицательно покачал головой. — Ругать начальство я умею, но разговаривать с ним совсем не гораст. Возьмись-ка ты сам за дело. — Сережа, ты ведь свой человек, во всех штабах и у всех генералов и их дочерей. — Кстати, как поживает твоя дева-воительница? — обзавела с мальчиком. Подобрала бездомного ребенка-сироту и как бы усыновила его. — Его усыновила? Тебя умужила? — Так к концу войны у нее на руках окажется целое семейство, — шутил поручик. Приход писаря Пахомова с целым ворохом бумаг нарушил этот разговор. — Здорово, Пафнутич, как воруется со штаб с капитаном на Утесе, — приветствовал его Борейко. — Здравия желаем. — Воровством мы не занимаемся. Свежо предание, верится с трудом. Чем порадуешь? — Огорчить вас должен. — Приказано все продовольственные излишки сдать интенданству. — У нас их и нет. Штаб с капитаном сообщили, что имеются. — Ну вот пусть у него и берут, коль у него есть, а в роте нет. Завтра для приемки приедут на Утесы интендантские чиновники. — Иван, по кличкам не Родионов и Зайца, — приказал Борейко денщику. В блиндаж вошли Родионов и Заяц. Честь имеем явиться, ваш бродь, — вытянулись солдаты. — Отберешь сейчас, Тимофеич, десять человек с винтовками и боевыми патронами. Пойдете со мной на Утес, — объявил поручик. — Что ты задумал, Борис? — с беспокойством спросил Звонарев. — Пойду выручать наши запасы. Добро мне отдадут, силы и возьму. — Ты с ума сошел? — Позвони хоть Жуковскому и поговори с ним. — Ну теперь, ну, тетясь он не хозяин. А каков будет разговор с Андреевым, узнаю на месте. Через минуту отряд маршировал за поручиком. С наступлением темноты к батарее подъехали три подводы с провиантом под охраной вооруженных артиллеристов. — Живо разгружай. И сейчас же назад, пока интенданты не явились, — громко скомандовал Родионов. — Поручик там ждут. Прапорщик спросил, что произошло на утесе. — И смех, и грех, ваш броди. Поручик приказал нам открыть погреб и продукты нагрузить на подводы. Штаб с капитаном выскочили, кричат солдатам, грозят судом и расстрелом, а поручик от них только отмахивается. Пришел новый командир. — Бородатый такой, давай тоже кричать. — Но нашего поручика разве прикричишь? — Слабосильные. Как сообразили, что мы провиант хотим забрать на нас с костылями да клюками, чуть бы не смяли? Пока крик шел, мы под водой нагрузили. Вскоре появился сам Борейко. — Знаешь, дорогу к батарее литера, — спросил он у Звонарева. — По пути там есть незаконченные блиндажи. В них я и устрою на сегодняшнюю ночь временный продовольственный склад. А то с минуты на минуту может нагрянуть погоня за продуктами. — Вали, Сережа, а я буду гостей встречать. Через минуту Звонарев отправился с груженными подводами в указанное Борейко место. Не успел прапорщик добраться, как началась довольно сильная оружейная перестрелка. Молчавшие сначала крепостные батареи одна за другой открыли огонь. Вскоре загрохотал весь Восточный фронт. Батареи литеры Б и залитерная тоже полыхали огнями выстрелов. Взволнованные артиллеристы торопились с выгрузкой подвод. Оставив около склада караул из трех человек, прапорщик поспешил обратно на залитерную. Он нашел Борейко в блиндаже, тот протянул ему для подписи акт. В нем значилось, что при подъезде к залитерной снарядами были разбиты три подводы с продовольствием и убита одна лошадь. Около перевязочного пункта действительно разбила одну повозку и убила лошадь. «Мы сейчас все перетащим сюда, и дело будет в шляпе», — «весело», — говорил Борейко, — «подпишет и Николай Васильевич, а чиж с интендантами останутся в дураках». Утром на батарею приехали Белый и Кондратенко. Борейко чистосердечно все рассказал Белому. Генерал посмеялся и тут же утвердил представленный ему акт. «Оставшиеся на утесе продукты все же придется поделить с интендантством», — предупредил он. «Вы и так успели захватить хорошую их часть». Поручику ничего не оставалось, как согласиться с этим предложением. Пока Белый разговаривал с Борейко, Кондратенко отозвал в сторону Звонарева. «Сергей Владимирович, я опять имею на вас некоторые виды. Сейчас начнется новый этап борьбы за Артур — война под землей в минных галереях. Не хотите ли вы принять в ней участие?» «Ну, я в этом деле полный профан. Научитесь. Я думаю сначала вас направить в распоряжение Сергея Александровича Рашевского. Вы будете у него помощником». «В его ведении участок обороны — от батареи литеры Б до третьего укрепления. Работа сосредоточится на втором и третьих фортах». «Дело, конечно, опасное, но интересное». Узнав о сделанном Звонареву предложении, Белый запротестовал. «Он мне нужен в управлении. У меня всего два инженера — он и Габята. Того взяли моряки для своей секретной работы. Этого хотите забрать вы при первой надобности, Василий Федорович. Обязуюсь вернуть его вам в целости и сохранности», — уверял Кондратенко. «Этого вы никак гарантировать не можете, коль скоро направляете его в самые опасные места. Бог не без милости. Будем надеяться на лучшее. Завтра или послезавтра и приступите к своим новым обязанностям», — предупредил Кондратенко Звонарева. Борейко тоже был крайне недоволен новым назначением своего друга. «Мелькнешь на батарее искрой малой и опять исчезаешь», — бурчал он. «Нет, чтоб на месте посидеть, как порядочному человеку». Прослышав о новом назначении Звонарева, Блохин не замедлил тотчас же явиться в офицерский блиндаж. «Зачем пожаловал?» — спросил Борейко. «Разрешите мне ваш бродь с прапорщиком идти и японцы из-под земли взрывать?» «А я с кем останусь? Ну, мало ли еще у нас народу. Блохат у меня одна. Другую можно завезти, много их вокруг прыгает. Когда найду, тогда и отпущу». Солдат вздохнул и вышел. Через минуту явился с тем же Родионов. «Я ваш бродь шахтер и привык копаться под землей». «Чем тебе здесь не житье?» «Скучно, больно. Когда-нибудь выпустит батареи десяток снарядов и опять на неделю замолчит». «Я и самому невесело». «Но верно, японец нас скоро порадует, на штурм пойдет. А коль скучно, Харитиной займись, баба стоящая». «Я ваш бродь женат, а на Харитину наш сказочник виды имеет». «Ну вот что». «Я тебя, Тимофеич, никуда не отпущу. Ты моя правая рука на батарее». Затем появился Юркин. «Ты-то что в минном деле понимаешь?» Накинулся на него Борейко. «Рвут их электрическим проводом. А я, как телефонист, умею провод прокладывать и к батарее его присоединять». «Бойко», — ответил солдат, — «черт с тобой». «Иди, если прапорщик возьмет». Уже под вечер осторожно постучал в дверь Ярцев и из конфужина попросил Звонарева взять его с собой на минные работы. «А Харитина как же?» — спросил Борейко. «Солдат сильно покраснел. Они на меня и смотреть не хотят. Это только солдаты из зависти сплетки плетут, а я тут совсем ни при чем». «Спрошу у Харитины, так ли это? Верно слово ни при чем, только ей не говорите ничего, серчать на меня будет». «А ты струсил. С японцами под землей воевать хоть шаба бы испугался». «Пока не поженитесь, не отпущу», — решил поручик. «Можно?» — раздался за дверью женский голос. Борейко подскочил, как на пружинах, и быстро, застегнув китель, окинул взглядом, все ли в порядке в блиндаже. «Кто это?» — спросил Звонарев. «Они...» — неопределенно бросил Борейко и шагнул к двери. «Милости прошу». «На пороге появилась Оля Селенина, а за ней Лёля, Варя и Стах. Шествие замыкал Вася с сутками в руках». «Не ожидали такого нашествия», — проговорила Оля, здоровая и с мгновенно просиявшим Борейко. «Решили вас навестить всей компанией». «Очень рады, пожалуйте...» — это Варя подбил у нас на прогулку суда. «Совсем нет. Стаху надо было побывать в окопах на батарее литеры «Б». Мы и решили его проводить до залитерной», — запротестовала девушка. «Благо, здесь находится Серёжа Звонарёв тотчас поддел Борейко. «А это ещё что за хлопчик?» — заметил он Васю. «Варин сын», — ответил Оля. «Да ну!» «А я не знал, что у амазонок родятся сразу такие большие ребята». «Не пытайтесь быть глупее, чем вы есть», — нахмурилась Варя. «Как тебя звать-то, герой?» — спросил поручик. «Вася?» «Так, значит, от тебя недавно подобрали на дороге. Какой-то худой да хилый. Кормить его надо побольше». Мальчик, поставив сутки на стол, спрятался за Варей и с недоверием смотрел на огромного поручика. «Пойдёмте во двор, а то тут очень тесно», — предложила Лёля. «Вы хорошо знакомы со стрелковыми окопами впереди батареи литеры «Б», — спросил у Звонарёва Стах. «Я назначен начальником этого участка обороны вместо шметила. А он куда?» — переводится. «Пока на отдых в резерв. А затем, где понадобится, туда и назначат. Вы часто заглядываете в стрелковые окопы?» Звонарёв рассказал о положении на батарее и сообщил о своём новом назначении. Борейка повёл гостей по батарее, Варя здоровалась с знакомыми солдатами. «Ты здесь совсем своя», — удивилась Оля. «Они вместе с нами были под Дзинжоу, и во время августовских штурмов, — отозвал Сародионов, — всех наших раненых перевязывали. «И водочкой угощали», — подошёл Блохин. «Давно я её что-то не пробовал». «А разве поручик тебя не угощал?» «Да они сами-то её пить перестали», — сокрушённо вздохнул солдат. «Когда-никогда стаканчик пропустит». «Так значит, всё же пьёт?» — настаивала учительница. «Какое уж это питьё! То ли дело раньше. Пропал теперь медведь!» — шепнула Звонарёву на ухо Варя. «Будет ему от Оли. Он её всё уверяет, что бросил совершенно пить». «Вася всё время вертелся около пушек, с большим любопытством разглядывая их. Он залез было на лафет, но его оттуда прогнали, затем нырнул в блиндаж. «Куда пострел?» — набросился на него Блохин. «Ища стыришь что-нибудь!» Обиженный мальчик вернулся к взрослым. Со стороны кухни показались Шура и Харитина с узелками в руках. «Здравствуй, Шура!» — окликнула подруга Варя. Девушка сконфуженно сунула узел Харитине и направилась к учительницам. «Да это не как Вася, а отказуев!» — удивилась Харитина, увидев мальчика. «Ты что тут делаешь? Поди, батька тебя, по всему городу ищет!» «Тя, Атьке-то уж нет, убила его!» — проговорил Вася и громко вскликнул. «Да что ты! Когда же это случилось?» — начала расспрашивать мальчика Харитина. Утирая глаза кулаками, Вася поведал ей свою грустную историю. «Бедная ты моя сиротинушка!» — гладила его по голове молодая женщина. «Кто-то теперь о тебе заботится!» Забыв о своем солдатском положении, Харитина совсем по бабье причитала над ребенком. Варя подошла к ней. Я взяла его к себе и пока устроила при сводном госпитале, — пояснила она. «Только вы, сестрица, не обижайте его, сироту!» — просила Харитина. «Молодая вы, подгорячивает руку и прибить можете, а у него ни отца, ни матери. О, дали бы его мне, барышня!» «Так вы ж на позиции в окопах. Там ребенку совсем не место. Жил бы здесь, на залитерной, а я к нему приходила бы. Поручик Борейко не позволит этого. Да в госпитале и безопаснее. Там от больных смердит. «Как нанюхаешься, так и есть не хочется!» Неожиданно запротестовал Вася. «Привыкнешь?» Учительницы Борейко и Стах издали наблюдали за этой сценой. «Смени, Харитина, брюки на юбку!» — посоветовал Борейко. «Эх, окрутил бы я тебя с кем-нибудь из своих добрых молодцев! Да поселилась бы ты на кухне вместе с хлопчиком, и все было бы в порядке!» «Я никому не отдам Васю!» — запротестовала Варя. «Он не вещь, чтобы его отдавать или не отдавать!» — вмешала Соли. «Где тебе, мальчик, больше нравится?» Вася посмотрел на ласковое яйцо Харитины, суровое Варе, на учительницу, Борейко, прапорщика и развел руками, не зная, что ответить. «Ну, раз не нравится у меня, тогда иди к Харитине!» — решила за него Варя. Вася испуганно взглянул на нее. У него еще свежи были воспоминания о том, что для него сделала Варя. А главной приманкой в будущем являлась велосипедная команда, куда его обещала устроить девушка. С другой стороны, ласковая Харитина была ближе и роднее ему, ребенок тихо и печально подошел к Варе. «Пока тетя Харитина ходит в солдатах, я хочу быть у вас!» — почти шептом проговорил он, только чтоб я ездил на лесопете. «Мало-мало, а хитрости у тебя, хлопчик, больше, чем у взрослого!» — усмехнулся Борейко. «Я хочу пройти сейчас к шметилу. Вы не проводите меня?» — обернулся к Звонареву Стах. «С удовольствием. С нами верно пойдет и Харитина». «Все, секунд, ваш бродь, только белье захвачу!» — по-солдатски ответила Харитина. «Мы вас подождем здесь», — предупредила Стах и Леля, — «только вы долго не задерживайтесь». Офицеры и Харитина вышли. Солнце уже скрывало за сопками, в долинах стоял вечерний туман, с фронта доносились редкие ружейные выстрелы, чередующиеся с короткими пулеметными очередями. Вскоре им повстречался бывший фельдфебель охотничьей команды Денисов. Завидев поручика, он вытянулся во фронт и громко ответил на приветствие. Радости фельдфебеля не было предела, когда он узнал о назначении Стаха. «Ваш бродь, Евстахик Демирч, позвольте я сейчас всех наших позову!» И Денисов опрометью бросился вперед. Через минуту десятка два радостно возбужденных стрелков ринулись навстречу поручику, заполнив весь окоп. «Здорово, молодцы!» — приветствовал их поручик. Солдаты в ответ рявкнули так оглушительно, что перепуганные японцы не замедлили дать несколько оружейных залпов. «Японцы тоже вас приветствуют, Евстахик Демирч!» По случаю прибытия на передовые позиции усмехнулся Звонарев. «На днях мы заведем с ними более близкое знакомство», — ответил Стах и начал и расспрашивает своих солдат о позиции, питании, потерях. Появился шмид сила и неторопливо зашагал к солдатам. «Что за шум? Почему беспорядок?» — крикнул он издалека. «Все в полном порядке, Игнатий Брониславович. Я беседую с вашими молодцами», — ответил Янжиевский, здороваясь с капитаном. «Завтра прибуду к вам на смену со своими охотниками. Наконец-то нас оттягивают в тыл. Уже больше месяца, как мы тут кормим в шеи, рады будете отдохнуть?» — обернулся шмид сила к солдатам. Те замялись и не отвечали. «Аль не рады?» — удивился капитан. «Дозвольте нам, ваше высокоблагородие, остаться с поручиками Янжиевским». Выступил за всех Денисов. То есть, как это остаться? Всем перевестись в охотничью команду? Тем, которые прежде служили у поручика в команде, еще человек с десяток. С мирного времени мы с Евстахием Казимировичем вместе и под Зинжовой были и на перевалах, жились, можно сказать, в местях. Ну, я без командира полка этого разрешить не могу. Шутка ли, сразу сорок лучших моих стрелков уйдут в охотники? Да и обидно мне это слышать. Кажется, вам у меня же лоз неплохо. Так точно, ваше сказать, вы она заботу имели, — ответили стрелки. Так в чем же тогда дело? Поручик-то мы и до вас еще знали. И они всех нас знают, — сбивчиво пояснили солдаты. Как хотите. Махнул рукой все еще обиженной шметила. А колдовали вы их совсем, Евстахий Казимирович? А мне к вам, ваш брать, можно? Чуть слышно спросила протолкавшаяся к стаху Харитин. Подойдет она к нам, ребята? Спросил солдат Янжиевский. Так точно подойдет. Бой, баба! Другого стрелка за пояс заткнет. Вот, послышались ответы. Можете остаться, — решил Янжиевский. А за литерное как же, — спросил Звонарев. Я до вас буду в гости ходить, — улыбнулась Харитина. Мы уж вам и жениха подобрали, — продолжал Звонарев. И про Васю, значит, забыли. Харитина глубоко вздохнула и призадумалась. Ей не хотелось расставаться со стрелками, с которыми она успела житься, не хотелось оставлять привлекавшую ее своей опасностью жизнь разведчика, тянула и к полюбившемуся ей ребенку. Подумаю я до завтра, — решила она наконец. Хорошо. Значит, артиллеристы впрямь вам пришлись по сердцу, — улыбнулся Стах. Мальчонку-сироту жалко, — ответила Харитина и отошла. Заглянув ненадолго в блиндаж к Шметила, Янжиевский и Звонарев направились обратно. Они подошли к батарее. Во время вечерней переклички Родионов при свете фонаря по списку выкликал фамилии солдат, построенных за орудиями. Несколько поодаль, около костра стоял Борейко и рассматривал какие-то бумаги. Гости перечаясь за небольшим столом у блиндажа. Уткнувшись головой в вареные колени, дремал Вася. По окончании переклички Родионов подошел с рапортом к Борейко. На вечерней перекличке люди на лицо оказались все, и сзади никаких происшествий не случилось. Прикажешь петь молитву? Подожди. Сейчас прочту приказ начальника сухопутной обороны генерала Кондратенко. Борейко зашагал к солдатам. Дай-ка сюда фонарь. Заинтересованные Звонарев и Янжиевский последовали за ним, Варя не утерпела, и, переложив голову мальчика на колени Лёли, тоже подошла. Прокашлившись, поручик громким протодиаконским голосом начал. Приказ номер 36 по войскам сухопутной обороны крепости Порт-Артур 25 сентября 1904 года. Прошу всех господ офицеров разъяснить нижним чинам, что упорная оборона крепости, не щадя своей жизни, вызывается не только долгом присяге, но весьма важным значением Порт-Артура, как необходимого для России порта на Дальнем Востоке. Упорная оборона до последней капли крови, безо всякой даже мысли о возможности сдачи в плен, вызывается сверх того еще тем, что японцы, предпочитая сами смерть пленению, без всякого сомнения произведут в случае успеха общее истребление. Вследствие весьма важного значения Порт-Артура не только государь, но и вся наша великая Родина с напряженным вниманием следит за ходом обороны, весь мир заинтересован ею. Приложим же все наши силы и нашу жизнь, чтобы оправдать доверие царя, матушки России и достойно поддержать славу русского оружия на Дальнем Востоке. Приказ прочесть во всех ротах, батареях, сотнях и командах. Подлинный! Подписал начальник сухопутной обороны Порт-Артура генерал-майор Кондратенко. — Все поняли, — спросил Борейко, закончив чтение. — Так точно, поняли. А бронять, значит, Порт-Артур, как самую Россию? Хором отозвались солдаты. — На молитву! Шапки долой! Запивай, Белоногов! — распорядился Борейко. За столом остались Варя и Звонарев. Девушка оперлась на стол и внимательно смотрела на прапорщика. — Так зачем же вы пошли в минеры? Хотите прослыть героем? — Еще под Зинжоу вы установили, что у меня заячья душа, и, конечно, не замедлили об этом оповестить всех своих друзей и знакомых. Не дразните меня. Будете голодать, тогда обо мне вспомните. И Варя вышла из-за стола. Звонарев, посмеиваясь, последовал за ней. Невдалеке стояли, обнявшись в собе учительницы и Шура, Назаренко с Васей. Борейко, усиленно размахивая руками, дирижировал импровизированным хором. — Прекрасно! — одобрил Стах, когда хор смолк. — Кто лучше, хор или регент, сказать трудно. — А как вы находите, Ольга Семеновна? — спросил поручик. — Ничего. Но наши ребятишки в школе поют не хуже. С напускным спокойствием ответила девушка. — Ваш бродь, пехотский капитан просит обстрелять цель номер шесть! Неожиданно вырос перед Борейко дежурный телефонист. — К орудиям! — рявкнул поручик. Солдаты со всех ног бросились к своим пушкам. — Батарея залпом! — скомандовал Борейко. — Первый взвод готов! — Второй готов! — Пли! Четыре огненных смерча осветили на короткое мгновение солдат, прижавшихся к брустверу, стоящих поодаль оглушенных учительниц и испуганно кинувшегося бежать от батареи Васю. Не успели пушки стать на место, как поручик вновь скомандовал, раздался залп, затем еще и еще. — Пехотские благодарят и просят прекратить стрельбу! — доложил телефонист. — Отбой! — Пробанить орудие! А затем продолжим пение. Солдаты бросились чистить пушки, учительницы стали прощаться. — Спасибо вам, солдатики, за прекрасные песни, — обратилась к артиллеристам Оля. — Давно мы так хорошо не проводили время, как сегодня. — Заходите еще к нам, барышня! — за всех ответил Родионов. — Обязательно придем. — До свидания! — проговорила Оля. Не успел Звонарев проснуться, как в блиндаж вошел, поеживаясь от утренней свежести, инженер-подполковник Сергей Александрович Рашевский. — Приношу свои извинения, Сергей Владимирович, что побеспокоил вас в толь раннюю пору. Чуть заметно картаве проговорил он, поглаживая свою густую черную бороду. — Пожалуйста, продолжайте лежать. Я заехал к вам на минутку, чтобы условиться о времени и месте встречи с вами. — В любое время и в любом месте, господин подполковник, — ответил Звонарев. — Для вас я, Сергей Александрович, с этого начнем. — Вы, человек штатский, стеснять вас официальным титулованием не хочу. Роман Исидорович вчера очень обрадовал меня, сообщив о вашем назначении, хотя мы раньше встречались не очень часто, но о вас у меня сложилось вполне определенное и хорошее мнение, как о человеке и инженере. Весьма благодарен за столь лестную для меня оценку и постараюсь ее по возможности оправдать. Я в этом не сомневаюсь. Ну-с, теперь о деле. В одиннадцать часов дня я попрошу вас быть в штабе Восточного фронта обороны у Скалистого кряжа. Там мы вместе с генералом Надеянным и с комендантами фортов обсудим план минных работ. За сим позвольте откланяться. Еще раз прошу извинения за причиненное беспокойство. И Рашевский, чуть согнувшись в дверях, вышел из блендажа. Вскоре ввалился Борейка, дежуривший ночью на командирском наблюдательном пункте. Он продрог и теперь стремился поскорее согреться. «Иван!» — крикнул он денщика. По интонации голоса денщик решил, что поручику требуется водка. Наполнив ею до краев стакан и отрезав большой кусок черного хлеба, он явился на зов поручика. Борейка потянул носом запах водки и отвернулся. «Убери!» «И больше никогда не приноси!» Иван оторопел и посмотрел на офицера. «Да как же это, Борис Митч, можно?» — возмутил солдат. «Всю ночь на дворе мерзли, и вдруг не желаете выгушать водки? Это простудиться недолго!» «Иван, сатана!» — вдруг взревел поручик. Денщик мгновенно исчез, звонарев громко, хохотал, лежа в постели. «Здорово ж тебя прикрутила, Олечка! Видать, и впрямь любовь не картошка, не выбросишь за окошко. Не кшни, Сергей!» И без тебя на душе муторно взмолился Борейка. «Выпью ж, Боря, в последний разок. Я не блохин и ничего не скажу твоей мучительнице. Так это он ей сообщил. «Иван, позови сейчас же блохина ему голову, с плеч сорву!» — грозил споручик. Вошел блохин. «Ты что же подводить меня вздумал? Рассказал все обо мне учительнице?» — накинулся он на солдата. «Так я ж, Борис Дмитч, не знал, что вы к ней приверженность имеете. Я тебе пропишу такую приверженность, что до самой смерти не забудешь!» — вскипел офицер. «И я уж так и быть выпью с тобой, Боря. Иван, принеси-ка водки!» — вмешался Звонарев. «Пошел вон, Иван, и если принесешь водку, пришибу на месте!» — крикнул Борейка. «Сходи-ка ты за ней, блохин!» — сей секунд, Сергей Владимирович! «Назад, чертова блоха!» — ряфнул поручик, но солдат уже выскочил из биндажа. Через минуту он осторожно вошел, с опаской поглядывая на поручика. Тот, сердито сопя, давился горячим чаем, закусывая черным хлебом. «Хорошо пахнет водочкой. Боря, не хочешь ли понюхать?» Борейка только прорычал что-то себе под нос. «Выпьем, блохин, за здоровье маленькой учительницы!» — предложил Звонарев. «За нее завсегда выпить можно!» — осклавился солдат. Чуть пригубив стакан, Звонарев отдал его блохину. «Покорнейший благодарю!» — весь голос заорал тот и, опрокинув водку в рот, поставил стакан на стол около Борейка. Поручик в бешенстве сбросил его на пол. «Марш отсюда, блоха, иначе сгною под винтовкой!» Солдат мгновенно скрылся за дверью. «Олечка хорошенькая девушка, но зачем же стаканы бить, Боря?» — ехинчил Звонарев. «Иван, водки!» — крикнул вдруг поручик. «Так-то, Боря, лучше!» Выпив подряд три стакана, Борейка лег и мгновенно заснул. День выдался серый, туманный. Тяжелые тучи низко нависли над сопками. Временами побрызгивал мелкий холодный дождь. С фронта глухо доносились отдельные ружейные выстрелы. Звонарев поморщился. Перспектива идти по такой погоде за три версты до штаба надеяна была не из приятных. На батарее, кроме дневальных, в накинутых на плечи брезентовых плащах, никого не было видно. Над блиндажами, в которых помещались солдаты, чуть велись дымки. Внизу, около кухни, Белоногов рубил дрова. Пара артельных лошадей со спутанными ногами медленно бродила поодаль, пощипывая скудную артурскую траву. Вдруг слева, со стороны батареи Малого Орлиного Гнезда, один за другим четко прогремели четыре выстрела. Затем открыла огонь заредутная батарея. Зато атакал пулемет, оживилась ружейная перестрелка. — Родионов! — громко позвал Звонарев. Из крайнего правого блиндажа показалась рослая фигура фейерверкера. — Я ухожу в штаб Восточного фронта. Поручик спит после ночного дежурства. Зря его не буди. — предупредил Звонарев и зашагал к штабу Надеяно. Там он застал Рашевского, комендантов фортов номер два капитана 25-го полка Рязанова, номер три штаб с капитана Булганова, укрепление номер три поручика Фролова, ожидали только прихода Кондратенко, чтобы открыть заседание. В большом, прочно построенном блиндаже Надеяно на стенах были развешаны карты Восточного участка обороны и отдельные планы фортов номер два, номер три и укрепление номер три. На последних были нанесены японские окопы. Звонарев удивился, увидев, как они близко подошли к фортам номер два и номер три. Было очевидно, что развитие постепенной атаки крепости быстро шло вперед. Появление начальника инженера в крепости полковника Григоренко оторвало прапорщика от созерцания планов и карт. Полковник сообщил, что Кондратенко прислал его вместо себя. «Гошпода, прошу жонять, не жта!» — обратился Надеян к присутствующим и сел за стол. Генерал был в своем допотопном сюртуке с двумя рядами близко поставленных медных пуговиц. Его длинная белая борода придавала ему вид библейского святого. Рядом с Надеянным поместились Григоренко и Рашевский. Затем сел начальник штаба западного участка капитан Степанов. За ним по чинам заняли места прочие офицеры. Звонарев оказался в самом конце. «Сегодня мы должны обсудить вопрос о мерах борьбы с японским продвижением при помощи шапп!» — прошамкал Надеян. «Шергей Александрович, прошу!» Рашевский подошел к карте и в нескольких словах объяснил свой план. Японцы подошли к форту номер два настолько близко, что, конечно, в ближайшие дни начнут вести мину под контр-эскарпную стенку форта. «Бороться с этим мы можем лишь контр-минами. К этой работе надо приступить немедленно. К сожалению, у нас очень мало обученных солдат-минеров. Разрешите мне сказать ваше превосходительство?» — попросил Звонарев. Все обернулись в его сторону. Григоренко презрительно сощурился, глядя на прапорщика, а остальные офицеры смотрели скорее удивленно, чем враждебно. Один Рашевский приветливо улыбался, стараясь этим подбодрить смутившегося молодого человека. «У нас на Залитерной есть солдаты, знакомые с рудничными работами. Они сами просятся в минеры. Имеются, верно, такие же знатоки и в других частях. Надо только вызвать желающих заняться этим делом. «Командиры запротестуют. Эти солдаты нужны всем, так как они обычно прекрасно роют окопы, строят блиндажи и вообще отличаются сообразительностью и инициативой», — возразил Булганов. Но Рашевский поддержал Звонарева. «Прекрасное предложение. Убежден, что генерал Кондратенко с ним согласится». «Кроме того, у нас почти нет шанса у инструмента», — проговорил Рязанов. «Это я возьму на себя», — ответил Григоренко. «Опасаюсь только, что вызванные охотники из бывших шахтеров далеко не всегда окажутся хорошими минерами, как предполагает прапорщик. Да и роль его самого на нашем совещании мне непонятна. А артиллерист по роду службы, технолог по образованию, он едва ли что-нибудь смыслит в минной войне». «Сергей Владимирович зарекомендовал себя при постройке фортов и батарей и лично известен генералу Кондратенко», — пояснил Рашевский. «Ну, раз он протеже самого начальника сухопутной обороны, то я, конечно, не смею возражать против мудрых предначертаний его превосходительства», — иронически отозвался Григоренко, опять презрительно прищуриваясь на Звонарева. «Обсудили еще некоторые детали. Генерал закрыл собрание». «Мы с вами, Сергей Владимирович, и капитаном Рязановым направимся отсюда на форт номер два», — предупредил Рашевский. «На Григоренко вы не обращайте внимания. У него прескверный характер. В любое время он готов наговорить неприятности младшим офицерам». Выйдя из блендажа, Звонарев неожиданно увидел одноногого солдата в фуражке с красным околышем и с набором крестов и медалей на груди. Он узнал в нем машиниста, вместе с которым вел последний состав из Нангалина в Артур. «Здравствуй, дедушка», — приветствовал его прапорщик. «Здравия желаю вашему благородию», — сурово ответил старик, видимо, не узнавая его. «Забыл, как вместе на паровозе из Нангалина ехали 14 мая». «Ай, вправду, увы!» — обрадовался старик. «Запамятовал было совсем вас. Да вы будто и старше из лица стали. Что делаешь здесь?» — справился прапорщик. «Состою при их превосходительстве, митрофаня Александровича, господине генерале Надейни», — важно ответил солдат. «Мы в местях с ним были в Севастополе, на четвертом бастионе. В те поры они ищи были штык-юнкером, затем прапорщиком, а теперь лишь до полного генерала дослужились. А что ж ты в чинах отстаешь? Даже вроде назад иду. Был о двух ногах, а остался при одной, другую в крушении потерял». Вскоре Рашевский, Рязанов и Звонарев уже шагали по дороге к форту номер два. День постепенно прояснялся, тучи поредели и поднялись вверх, выглянуло солнце. Смоченные туманом и дождем придорожные кустарники блестели, перестрелка оживилась. «Со стороны гавани раздались громовые раскаты 12-дюймовых морских орудий броненосцев. Стрельба разгорается», — заметил Звонарев. «Хорошо еще, что не все японские снаряды рвутся. Мы их собираем и отправляем в арсенал. Там их перезаряжают и вновь стреляют, благо у японских орудий обратная нарезка». Перевалив через калистый кряж, офицеры оказались перед китайской стенкой. Японцы тотчас же заметили их по светло-серым шинелям, блестящим пуговицам и погонам. В воздухе запели ружейные пули. Прапорщик невольно ускорил свои шаги. Рашевский продолжал неторопливо объяснять Рязанову план минных работ. Капитан тоже не выказывал признаков волнения. Звонарев устыдился своей нервности и задержался, поджидая их. «Здесь останавливаться не следует, Сергей Владимирович. Вы служите прекрасной мишенью для противника», — обратился к нему Рашевский. «Пойдемте, господа, поскорее. Не стоит искушать свою судьбу». И все трое поспешили укрыться за бруствером китайской стенки. Она достигала вместе с наложенными наверху мешками полуторасаженной высоты и вполне прикрывала от взоров и пуль. Вдоль стенки глубоко в земле были устроены блиндажи для стрелков, несколько обложенных досками ступенек велиевые хузенькие двери. Скоро офицеры добрались до форта номер два. В плане он представлял собой неправильный пятиугольник, расположенный на выдвинутой вперед возвышенности. Передний фас его выходил на северо-восток, боковые на восток и север, а два тыловые, так называемые горжевые фасы, или просто горжа, были обращены к китайской стенке. Форд со всех сторон был окружен высеченными прямо в скалистом грунте рвами глубиной до трех сажений. Рвы эти простреливались из расположенного тут же бетонного капонира. От последнего вдоль наружной стенки рва шла контрескарбная галерея, которая при помощи подземного бетонного хода паттерны соединялась с задней частью форта и с двухэтажной бетонной казармой. Здесь и помещался гарнизон крепости, две роты стрелков. Для того, чтобы попасть на форд, необходимо было перейти через деревянный мост, расположенный на полторы сажения ниже, во рву. К мосту была проложена стремянка. Я прошу здесь долго не задерживаться. Сход на мост обстреливается пулеметным оружейным огнем с редута номер один, предупредил Рязанов своих спутников. Как бы в подтверждении его слов, неожиданно в воздухе засвистели пули. Офицеры отскочили назад, выжидая конца стрельбы. Заметили. — Теперь будут следить, и без риска на мост не попадешь, — нахмурился Рашевский. — Оп-ля! — крикнул весело. Звонарев и с размаху прыгнул, минуя стремянку на мост. Несколько пуль свистнули рядом. — Целый! — крикнул сверху Рашевский. — Вполне. — Ну, мы за вами, к сожалению, последовать не можем. Нам не по возрасту такие прыжки, — заметил Рашевский. — Сходите, прапорщик, в казарму и прикажите выслать сюда человек пять с переносными железными щитами. Мы ими прикроемся и пройдем, — решил Рязанов. Звонарев перешел через мост, вошел в сводчатые ворота казармы и первому встречному стрелку передал распоряжение капитана. Через несколько минут солдаты с большими щитами в руках вышли на мост и встали на стремянке. Заметив этот маневр, японцы открыли учащенный огонь. Пули звонко защелкали по железу. Рашевский и Рязанов быстро спустились вниз, и все обошлось благополучно. — Сегодня же ночью. Устройте скрытый проход к мосту и прикройте его мешками, — приказал Рашевский. Офицеры направились к тыловому капониру. В амбразуру его выглядывали тонкие дула скорострельных малокалиберных морских пушек, предназначенных для фланкирования заднего рва. Через ворота они вошли в казарму. Вдоль стены были расположены двухъярусные нары, в помещении было накурено, душно, дежурно и громко скомандовав «Смирно!» Летел с рапортом. — Не надо! Остановил его подполковник. Виновав казарму, спустились вниз, в Патерну. Здесь было сыро и темно. Впереди чуть светилась небольшая керосиновая лампочка, тускло освещая идущие вниз ступеньки. — Да тут шею сломишь, — заметил Звонарев. — Надо устроить покатый, ровный спуск, без ступенек, затем усилить освещение. — Да, много надо сделать, Сергей Владимирович. — Да нет на это ни времени, ни материалов, — возразил Рашевский. — Готов взять на себя спланирование спуска и устройство на форту электрического освещения. — Кстати, установим и прожектор, — предложил Звонарев. — Электрические провода достанем у моряков. Миновав затем длинную узкую контр-эскарпную галерею, слабо освещаемую лишь через узкие стрелковые бойницы, офицеры, наконец, попали в капонир. При входе офицеров стрелки вскочили на ноги. Поздоровавшись, Рашевский направился к тому месту, где в бетонной стенке были сделаны ниши, из которых намечалось воведение минных галерей в сторону противника. — Пробьем стену и поведем галерею прямо вперед, по направлению к японцам. Работать будем укороченными лопатами и кирками, а скальные работы придется вести при помощи молотов и долот, — подробно объяснял подполковник Звонареву. Рашевский с прапорщиком пошли назад. Перед уходом Звонарев решил осмотреть внутренний дворик форта, окруженный двухсажанными валами. В углах имелись площадки для противоштурмовых орудий, обычно укрытых в блиндажах под брустверами. Скалистое дно дворика было лишь спланировано землей, с тыловой стороны он прикрывался невысоким земляным барбетом, являющимся запасной тыловой позицией внутри форта. На брустверах стояло несколько часовых, у пушек сидели артиллеристы. Рапорщик прошел к площадке для противоштурмовых орудий и осторожно выглянул наружу, прямо за рвами форта. У самых проволочных заграждений виднелись линии японских траншей. От них в тыл зигзагами шли ходы сообщений. Вправо, за батареей литеры «Б» осенело море, влево внизу вело сприспособленное к обороне полотно железной дороги. Над ней навис тяжелый массив, увенчанный фортом номер три. «Вы бы, ваш бродь, сховались?» Обратился к прапорщику один из часовых. «Не ровен час, японец подстрелит». В подтверждение этих слов мелкий снарядик с шуршанием, похожим на шелест воробьиных крыльев, упал во дворики и негромко разорвался. Прапорщик вернулся в казематри заново. Здесь он нашел Рашевского за стаканом чая, беседующего с капитаном и двумя молодыми офицерами. «Знакомьтесь, Сергей Владимирович, ваши будущие соратники по минной войне, прапорщик Берг и поручик...» Дебогорий Мокриевич Берг, хрумяный, рыжеватый блондин из немцев, приветливо встал навстречу. Поручик, чуть кивнув своей волосатой головой, ограничился пожатием руки. Он сразу не понравился Звонареву манерой держаться, скрипучим, монотонным голосом и неприятно шепелявой речью. Договорились, что через день артиллеристы со Звонаревым примут участие в рытье минных галерей. «В таком случае завтра я нанесу визит морякам в порт, постараюсь повидать самого адмирала Григоровича и с помощью белого и Кондратенко раздобыть паровой котел, машину, динамо и нужную электрическую аппаратуру», — пройдя сверсту, офицеры оказались на Куропаткинском люнете. Батареи шестидюймовых полевых мортир. Пушки стояли совершенно открыто за невысоким бруствером. «Ну так ставить мортирную батарею — просто преступление», — возмутился Звонарев. «Отчего бы ее не отнести сожжение на двадцать в тыл?» «Прыть орудие глубоко в землю и полностью использовать крутизну мортирной траектории». «Не собираетесь ли вы перетащить и эту батарею, как саперную?» — улыбнулся Рашевский. «Готов немедленно заняться этим?» Пылко ответил прапорщик. «Ах, жаль, что вы так поздно появились в Артуре. Год тому назад здесь еще ничего не было построено. Тогда ваши профессионные таланты развернулись бы полностью», — шутил Рашевский. «Но переделывать надо чуть ли не всю крепость, что сейчас, конечно, невозможно». За Куропаткинским люнетом они распрощались. На следующее утро под проливным дождем прапорщик через весь Артур шагал в управление артиллерии. Перена дождя закрывала город и гавань от взоров Японии. И мешала обстрелу. Каскады воды, не извергаясь окружающий город сопок, неслись к гавани, заливая тротуары и мостовую. Спасаясь от дождя, Звонарев завернул в сводный госпиталь. Подойдя к длинному одноэтажному зданию, он спросил в вестибюле о Варе. Ждать пришлось довольно долго. Наконец Варя появилась. Она была сильно утомлена и без стеснения все время зевала. Я не спала две ночи, объяснила она. К нам перевели много тяжелораненых из других госпиталей. Беспрерывно идут операции, перевязки. Раздам лекарства и уйду. Подождите меня. Через четверть часа они вместе вышли из госпиталя. Зайдем по пути в Мариинскую больницу проведать Сахарова, предложила Варя. Он будет очень рад. Миновав площадь, они подошли к большому двухэтажному зданию готической архитектуры, на главном фронтоне которого красовался большой красный крест. Варя провела Звонарева до просторной светлой палаты на четырех человек. В одном из больных прапорщик узнал Сахарова. Капитан сильно осунулся, пожелтел, лицо заросло густой щетиной, полуседых волос, глубоко ввалившиеся темные глаза лихорадочно горели. — Весьма рад видеть, — оживился Сахаров. — Не подаю руки, чтобы не передать заразы. Как мило с вашей стороны навестить болящего старика. — Вы получаете диетическое питание? — сразу приняла докторский тон Варя. — При лечении брюшного тифа главное — строгое соблюдение диеты. Это необходимо для поддержания сил. — Пока что у меня есть все, за исключением хорошего сердца. Оно износилось раньше времени. Варя взяла скорбный лист, просмотрела температурную кривую, ознакомилась с назначением. Сахаров пытливо следил за выражением ее лица. — Ну, насколько я понимаю, все идет вполне нормально. Даже сердечные лекарства назначаются вам в умеренных дозах. Значит, особой надобности в них нет. — проговорила девушка, заметив взгляд капитана. Лицо больного просветлело. — Мне тоже говорили, что тиф в самой легкой форме, а восемь мое сердце выдержит. Ни минуты в этом не сомневаюсь. Я принесла вам кизилового варенья. — Не знаю, как и благодарить вас за ваше внимание ко мне, — растроганно ответил больной. — Что нового на фронте? Звонарев сообщил о положении на фронтах, о планах обороны. — Электропровод есть у моряков в порту. Я недавно сам им продал. Сейчас черкну Григоровичу записку. По старому знакомству он должен помочь моему другу. На прощание Звонарев пожал сухую и горячую руку капитана, а Варя обещала навещать его ежедневно. — Не знаю, как и чем смогу отблагодарить вас обоих по выздоровлению. Во всяком случае, свадебный подарок за мной, — обещал Сахаров. — Ой, что вы, мы об этом и не думаем, — за себя и прапорщика ответила девушка. — Если сейчас не думаете, то скоро додумаетесь. Со страны-то виднее. — Я прошу вас, милая Варя, позвольте мне так называть вас. — Зайдите в мою контору, тут, напротив, около мельницы, и передайте эту записку господину Шубину. Он у меня является главным доверенным лицом во время моей болезни, — попросил капитан. — С большим удовольствием. — Немедленно побываю там, — ответила девушка. — Врачи говорят, что Сахаров совсем плохо, у него никуда не годное сердце, — шепнула она прапорщику, когда они вышли из палаты. — Интересно, что он написал? И она развернула записку. На ее лице выразилось полное разочарование. На бумаге было нарисовано несколько иероглифов. — Надо попросить кого-нибудь ее прочитать, — сказала она. — Этого еще не хватало. И, отобрав записку, Звонарев спрятал ее. Шубин оказался пожилым человеком с круглыми черепаховыми очками на носу. Он рассыпался в любезностях и сообщил, что все распоряжения Сахарова будут немедленно исполнены. — А о чем он пишет? Я все хотела понять, что эти значки обозначают, и не могла, — улыбнулась Варя. — Господин Сахаров хотел сохранить в секрете свои намерения, и он воспользовался китайской письменностью, тем более что кое-что касается непосредственно вас. — Что именно? Скажите, пожалуйста. — Василий Васильевич никогда не узнает об этом, — попросила Варя. — Дело очень щекотливое, и я не имею права ничего сообщить вам при всем моем горячем желании исполнить вашу просьбу, — отказался Шубин. День прояснился, и японцы начали обычный обстрел города и порта. Снаряды падали у подножья Золотой горы. Батареи эти гровки и броненосцы открыли ответный огонь. Грохот временами доходил до того, что разговаривать на улице было трудно. — Не придется мне сегодня идти домой, — вздохнула Варя. — Золотая гора своей пальбой так и не даст заснуть целый день. Проводите меня в Пушкинскую школу. Там, забравшись в подвал, я сумею отдохнуть. У Пушкинской школы они расстались. Звонарев обещал на обратном пути на Золитерную зайти к Варе и направился к Григоровичу. Командира порта он застал дома и изложил ему свою просьбу от имени Кондратенко. — Удивительное дело! Вы, сухопутные, все время на чем свет стоит, ругаете нас, моряков, и в то же время за всем обращаетесь к нам. Нет у меня электрических проводов. Так передайте генералу, — стукнул ладонью по стулу адмирал. Звонарев вспомнил о записке Сахарова и передал ее Григоровичу. — О, как здоровье милейшего Василия Васильевича! Не повезло ему, бедняги! — Обязательно побывай у него в больнице! — сразу переменил тон адмирал. Прапорщик подробно сообщил ему все, что знал. — Жаль, жаль. Такой хороший человек и вдруг может умереть от тифа. Сколько же и чего вам нужно? — Только из уважения к просьбе Василия Васильевича в последний раз иду вам навстречу. Звонарев протянул ему заранее приготовленный список требуемого имущества. Григорович, не просматривая его, положил резолюцию об отпуске. Обрадованный таким исходом дела, прапорщик поспешил откланяться. В этом районе, на берегу моря было тихо, и Звонарев отдыхал от обычного грохота и шума передовых позиций. Электрический утес, бывший в начале войны самой боевой батареей Артура, теперь обратился в спокойную тыловую позицию, и только задранные вверх дуло орудий, повернутых в сторону сухопутного фронта, напоминали о войне. Батарея была загружена выздоравливающими солдатами самых различных полков. Тут же мелькали черные бушлаты матросов с броненосца Пересвет, обслуживающих пушки. В офицерском флигеле Звонарев застал нового командира, утеса, капитана Николая Николаевича Андреева, высокого роста, широкоплечий, с расчесанной надвоей скобелевской бородой, он имел бы представительный вид, если бы не беспрерывно трясущиеся после контузии голова и руки. Тут же находился командовавший матросами лейтенант Любимов, коренастый Шатен, младший врач крепостной артиллерии Зорин и Варина сестра, Катя. Звонарев застал их всех за столом. Хозяинчила Катя. Отказавшись от обеда, Звонарев вместе с Катей отправился на розыски своих чемоданов. Он не сразу узнал свою бывшую комнату. Заново оклеенная новыми обоями, чистенькая, аккуратно прибранная, она превратилась в очаровательную девичью светелку. Катя осматривала белье. Я сейчас заштопаю, взялась она за иголку. Звонарев начал смущенно ее благодарить и отказываться. Пустяки. Я думаю, Варя давно отучила вас от условностей, называемых приличиями. Она и раньше не очень соблюдала их, а теперь и вовсе ни с чем не считается. Давно вы ее видели? Прапорщик рассказал об утренней встрече. До вас ей никто не нравился, а вы сразу покорили ее суровое сердце. Сейчас, кроме вас и хирургии, она ничем не интересуется. Не знаю, отвечаете ли вы ей взаимностью, и если нет, то придется пожалеть мою взбалмошную, но все же очень милую сестрицу. Мы с Варей большие друзья. Катя внимательно посмотрела на него и чуть заметно улыбнулась. Выйдя на крыльцо, Звонарев увидел перед казармой странное зрелище. Человек двадцать раненых и перевязанных солдат стояли под винтовками. Один держал костыль под правой рукой, а на левом плече у него лежало ружье. У другого винтовка была на правом плече, так как левая рука была на перевязи. У третьего была забинтована вся голова, и он ее наклонял набок, чтобы не задеть за винтовку. У крайнего были перевязаны обе руки, и все же винтовка каким-то образом держалась на плече. Перед наказанными, — расхаживал Чиш, — и, нещадно ругаясь, стыкал солдат кулаками то в живот, то в лицо. — Я вас приведу в христианский вид. Не поможет винтовка? Испробуйте розок? А там на фронт, коль ноги носит фельдфебель, кто у тебя еще, значит, сопровинившимся? Обернулся он к подбежавшему к нему рыссой Назаренко. Вытащив из-за обшлага бумагу, фельдфебель зачитал несколько фамилий. — Всем по десять часов, а эту, сволочь, завтра же через одного перепороть! — распорядился Чиш, отходя от солдат. По отдаль группа матросов угрюмо следила за происходившим. Звонареву подошел Любимов и, взяв его под руку, отвел в сторону. — Чиш! По-моему, сумасшедший маньяк! Садист, ненавидящий солдат! Добром это не кончится! В один прекрасный день не эти коллеги-то к моей матросы его прикончат. Не думаю, чтобы это многих опечалило. — Это верно. Но ведь пойдет суд, расстрелы, что может вызвать новый бунт, в котором мы с вами можем пострадать. Прапорщик пообещал обо всем этом довести до сведения артиллерийского начальства. В это время к нему подошла старая фельдфебельша, мать Шуры, и низко поклонилась. — До вашей милости, Сергей Владимирович! — проговорила она. — Здравствуйте, Савишна! Как живете? — Бог грехи терпит! — Носит ищи земля! — Хотела я спросить вас о дочке своей. Что она жива, цела? Умом кляну ее, а сердце все же тоскует. Одно ведь дитя у меня на свете. Жива. Жива и здорова. Вчера была она за литерной. И не одумается, не бросит его окаянного. Сбил с пути глупую девку, опозорил, а потом бросит. Кому она такая будет нужна? Другой раз, думаю, уж лучше б убила ее. Вздохнула Савишна. — Коль увидите, передайте ей мое родительское благословение. Простившись с Савишной, Звонарев зашагал по береговой дороге в артиллерийский городок. В управлении он застал Тахотелова. Узнав о возможности получить в порту электропровод, Тахотелов пришел в восхищение. — Хитер, как муха наш прапорщик! Кого хочешь, на кривой объедет! Недаром варю вокруг пальца обвел! — смеялся полковник. — Эк, невидаль! Глупые девчонки вскружить голову! — бросил белый. — Провод достать куда труднее. — Загляните, пожалуйста, ко мне, жена вас хотела видеть! — переменил Антон. Мария Фоминишна встретила Звонарева вопросом, где Варя, и почему она давно не была дома. Прапорщик поспешил успокоить ее, рассказав и о Варе, и о Кате. — За Катю я никогда не беспокоюсь. Она глупостей не наделает. А вот что взбредет в голову Варваре, этого никто предвидеть не может. Вас-то она кормит! Звонарев улыбнулся. — Пока есть с чем, будем воспитать как можем. Муж считает вас одним из самых нужных офицеров в артиллерии. Увидите, Варю, передайте, чтобы она завтра обязательно пришла домой. Пойди, вся грязная, да и мальчонку с собой пускай приводит. Звонарев вышел. Вечерело. Стрельба по городу прекратилась, и прапорщик быстро дошел до штаба Кондратенко. Там он застал подполковника Рашевского, Науменко и Бутусова. Они благодушствовали за чаем. Прапорщику тотчас же предложили чай с лимоном, который уже был большой редкостью в Артуре. Звонарев доложил Рашевскому о достигнутых успехах. — Великий вы мастер, — говорит с начальством. — На что, Григорович, крепок, как кремень, и того сумели уговорить, — заметил Рашевский. Звонарев рассказал о магическом действии записки Сахарова, и все трое присутствующих громко расхохотались. — Ворон, ворону глаз не выклюет, рука руку моет, — в один голос проговорили Науменко и Бутусов. — Умение со всеми ладить драгоценнейшие свойства человеческого характера, — заметил Науменко. — Сам Роман Исидорович является образцом такого человека. Даже с нашими артурскими генералами, враждующими друг с другом, он один со всеми сохраняет дружеские отношения. — Самое главное, он завоевал горячие симпатии Веры Алексеевны, нераболепствуя перед ней и сохраняя чувство собственного достоинства, — произнес Бутусов. — Я когда-то служил вместе со Стесселем в ростовском гренадерском полку. Я был прапором, а он поручиком. Он и тогда не блистал умом, хотя и был прекрасным строевиком, танцором, весельчиком и выпить был не дурак. Там же в полку служил и отец Веры Алексеевны, капитан Ивлев. К пятидесяти годам он едва добрался до капитана, зато обзавелся шестью дочерьми. Одной из них и была Вера Алексеевна. — Чем же я прелестил Стессель? — поинтересовался Науменко. — Ну, не век же ей было сидеть у отца на шее. Девка она была умная, энергичная, быстро раскусила своего будущего супруга и решила сделать ему карьеру. Заставила держать экзамен в Академию Генерального штаба, но он три раза ездил и три раза проваливался. Тогда, по совету Куропаткина, друга детства Стесселя, он перевелся на Дальний Восток. Служить здесь было спокойнее и легче было выдвинуться. Так, с помощью жены Стессель сделал карьеру, получил крест и чин генерала. — А помните, как в 1903 году здесь побывал Куропаткин проездом из Японии, принимали его с треском и помпой, — проговорил Рашевский. Тогда на маневрах Фок брал Артура, Стессель защищал. Фока признали побежденным, а Стессель за особые отличия по службе получил генерал-лейтенанта. И тут, конечно, не обошлось без Веры Алексеевны. — Хорошо жить за спиной такой жены, — улыбнулся Науменко. — Ну, сам Стессель временами держится другого мнения. Не раз пытался удрать от нее, но она крепко держала его на привизе, — улыбнулся Бутусов. — Как ни странно, а несомненно, судьба Артура в какой-то степени зависит от капризов, пусть не глупый, но все же женщины, совершенно не разбирающиеся в военном деле, — задумчиво бросил Рашевский. — Пока ее продовольственные запасы не иссякнут, она не будет настаивать на немедленной капитуляции. Сейчас она загребает большие деньги, продавая свою живность по умопомрачительным ценам, — отозвался Бутусов. — Мы должны быть готовыми ко всяким случайностям. Никто не знает, о чем думает и о чем не думает госпожа Стессель, — иронически заметил Рашевский. — Одна надежда на Романа Исидоровича. — Он сумеет в нужную минуту повлиять на Стессель и его жену, — отозвался Науменко. Денщик пригласил всех на другую половину дома к Кондратенко. Отдохнувший генерал приветливо поздоровался с ними и выслушал доклад Рашевского. Одобрив намеченные мероприятия по сооружению минных галерей и сделав несколько замечаний, Кондратенко перешел на артурские темы. — Сегодня видел Анатолий Михайловича. Он клятвенно уверял меня, что в течение октября Куропаткин обязательно перейдет в наступление и к ноябрю, самое позднее, к началу декабря, Артур будет освобожден. Эскадра Рождественского уже вышла из Лебавы и, следовательно, в январе-феврале будет здесь. Тогда превосходство на море будет на нашей стране, и к лету будущего года война закончится. — Сообщил генерал. — Так. — Значит, надо ждать очередного японского штурма, — резюмировал Науменко. — Это почему? — удивился Кондратенко. — Ну, во-первых, если правда, что Куропаткин действительно будет наступать, то вполне естественно, что японцы приложат все силы, чтобы, возможно, скорее освободить свою осадную армию, взяв Артур. И, во-вторых, подобные известия исходят из штаба района каждый раз, когда получаются сведения об увеличении осадной армии. — Пожалуй, вы правы, — Евгений Николаевич отозвал Сарашевский. — В Куропаткинскую победу я не верю. После Тюринчена, Вафангоу и Ляояна трудно рассчитывать на быстрый успех. Ну, к весне, может быть, и удастся манчжурской армии перейти в наступление, но едва ли Артур доживет до того времени. — Вы, Сергей Александрович, чрезмерный пессимист. Наступление Куропаткина тотчас же заставит японцев оттянуть часть своих сил от Артура, что сделает невозможными новые штурмы, а без них мы сможем протянуть до весны. В этом-то и заключается взаимодействие полевой армии и крепости, — пояснил Кондратенко. — Дотянем до весны, если только Вера Алексеевна не сдрейфит и не капитулирует, — шутливо заметил Науменко. — В Артуре преувеличивают влияние мадам Стессель на мужа. Дальше распределение наград она не идет, — запротестовал генерал. — О, сильно ошибаетесь, Роман Исидорович. Недавно я узнал от самого рейса, что Вера Алексеевна заступала за вас перед мужем. — Когда вы в июле самовольно уехали на передовые позиции на Зеленых горах, — ответил Науменко. — Все это сплетни, которые я не хочу даже слушать, — рассердился Кондратенко и встал. Офицеры поспешили откланяться. Звонарев направился к пушкинской школе. Уже совсем стемнело. Лучи японских прожекторов скользили по вершинам гор. На улицах началось обычное ночное движение по направлению к фортам и обратно. Выспавшаяся за день Варя с распущенными волосами расхаживала по небольшой гостиной. В углу в качалке с рукоделием в руках сидела Мария Петровна, на диване примастилась Леля, за роялем наигрывала что-то Оля. — Вы мне прожужжали уши, — твердя о женском равноправии, — кипятилась Варя. — Почему же я не должна этого делать? Ну почему я должна ждать, пока мне сделают предложение, а я не могу сама предложить жениться на мне? — Это будет не скромность твоей стороны, — возразила Мария Петровна. — Как ты будешь чувствовать себя, если получишь отказ? — Скажут, что ты вешалась на шею и была отвергнута. — И что же из того? Раз мужчинам не стыдно получать отказы, то, значит, и мне нечего этого стыдиться, — не уступала Варя. — Одним словом, ты собираешься объясниться в любви Сереже Звонареву, — заметила Оля. — Я ему на шею не вешаю из когты, Борейка. — Ну что за вульгарный тон у тебя, Варя? — Я просто люблю этого большого младенца и не скрываю этого от него. Может быть, со временем мы и поженимся, а может быть, и разойдемся, — задумчиво ответила маленькая учительница. Стук в наружную дверь прервал разговор. Варя поспешила скрыться в другую комнату. Вошел Борейка со свертком. — Привет, честной компании. — Разжился ослятин и занес вам. — Положил он сверток на стол. — И совершенно напрасно. — Вам самому надо питаться, — возразила Мария Петровна. — Ну, мы на позициях изредка постреляем, а вы тут в тылу работаете, не покладая рук. — Вам поэтому и есть надо больше, — уверял поручик. — Не было у вас сегодня, Звонарев. — Варя, где твой Сережа? — крикнула Леля в соседнюю комнату. — Мой он не больше, чем твой, — появилась Варя, заплетая на ходу косу. — Обещал вечером зайти из штаба. — А вы почему господин Медведь удрали из батареи? — Там остался Жуковский, а меня отпустил в город. — Какие новости, Борис Дмитриевич? — справилась Мария Петровна. — Простите, я еще не успел их придумать. С невозмутимым видом отозвался поручик. — Вот и Сережа, легок на помине, — вскочила с места Леля и пошла открывать дверь Звонареву. Борейка поместился около Оли у рояля. Она открыла ноты с романцами и стала наигрывать одной рукой. — Спойте что-нибудь дуэтом, — попросила Мария Петровна. — После целого дня тяжелой работы в госпитале приятно послушать пение. Когда прапорщик со всеми поздоровался и уселся на диване между Варей и Лелей, Оля взяла несколько аккордов и запела. — Не искушай меня без нужды. — Не искушай, — подхватил поручик, и голоса их красиво сплелись. Звонарев внимательно слушал. Свет лампы, стоящей на рояле, падал на разгоревшееся радостное лицо Оли. Уголком глаза Оля косилась на своего партнера и улыбалась ему. Борейка не сводил с девушки восхищенный глаз, и было видно, что они поют друг для друга и ничего не замечают вокруг себя. За первым романцем последовал второй. Все, за исключением Варии, громко аплодировали певцам. — Ну, хватит! — наконец решила Оля и, захлопнув крышку, встала из-за рояля. — Пусть теперь сыграет или споет кто-нибудь другой. Ну, например, Варя. Сев за рояль, Варя заиграла, напевая в полголоса. — Или мне правду сказали, что будто моя лебединая песня пропета. Чушь какая-то невероятная! Остановилась она. И есть же дураки и дуры, которым это нравится. То ли дело и кармен. И девушка Бойко заиграла хабанеру. Пальцы ее сразу приобрели быстроту и четкость. Лицо разгорелось, глаза заблестели. Меня не любишь, но люблю я, так берегись любви моей. Слушай, Сережа, и наматывай себе на ус. Не приминул заметить поручика. Я и так разобрался на второй форт, спасая свою жизнь. Варя свирепо поглядела на прапорщика и вдруг заиграла варшавянку. Мария Петровна тревожно посмотрела на окно и поплотнее захлопнула ставни. — Ну, нам пора и до дому, Сережа, — поднялся Борейко. — Сейчас подадим чай, а до тех пор я вас не отпущу. Встала с места Оля и вышла из комнаты. За ней последовала Варя. Выпив по стакану чая, офицеры стали одеваться. В это время раздался стук в дверь, и звонкий, детский голос прокричал — Тетя Варя, у вас? — Вася прислан за мной из госпиталя, — догадалась Варя, открывая дверь. — Доктор главный протопопов просит вас притить. Сейчас принесли двух тяжелых, а хирургической сестрицы нет. Одним духом выпалил запыхавшийся мальчик. — Ладно уж, приду, — вздохнула девушка. — Ты ел? — Садись, пей чай. Мария Петровна взяла мальчика под свое покровительство, наделила огромным куском хлеба намазанным вареньем и налила чаю. Через пять минут Варя, Борейка и Звонарев уже шагали по темным улицам, ежеминутно спотыкаясь по дороге. В конце концов офицеры подхватили девушку под руки и довели ее до госпиталя. Вася торопливо шагал за ними. — Итак, до скорого свидания, — пожаловуки своим спутникам девушка, — за вашу сегодняшнюю любезность. Прощаю вам, медведище, многие передо мной прегрешения. Прапорщик проснулся. Рядом на складной кровати храпел неопрятный и трусоватый Рязанов. От него шел густой запах давно немытого человеческого тела и водочного перегара. У окна посапывали Дебогорий Маквиевич и младший офицер стрелковой роты, глуповатый и пошловатый Карамышев. На столе чадила сильно прикрученная керосиновая лампа. Было темно и холодно. Снаружи изредка доносились глухие звуки, не то артиллерийской стрельбы, не то взрывов ручных бомб. Прапорщик, спавший одетым, встал и поднял фитиль лампы. Его слегка лихорадило. За девять месяцев войны он привык к опасностям и почти не думал о них. Ему вспомнилось, как вначале, еще на утесе, при каждом появлении на море японской эскадры, страх закрадывался в его душу, сковывая движения и путая мысли. Постепенно он научился владеть собою. Сегодня впервые им овладел безотчетный, неопределенный страх. Звонарев попытался стряхнуть с себя это гнетущее чувство и не смог. Предчувствие, подумал он, и тотчас же его трезвый ум запротестовал. Устал, сдают нервы. Решил он, но, достав из-под подушки листок бумаги, и неожиданно для себя написал письмо Варе. — Милая Варенька, плохо себя чувствую. Что-то давит душу. Думаю, убьют меня скоро. Если это случится, не горюйте. Вы в Артуре самый близкий мне человек, поэтому я к вам и обращаюсь в минуту душевной слабости. Не плачьте, если это вообще разрешается амазонкам и валькириям, ваш С. Пожалуй, можно ограничиться и одной первой буквой. Как вы думаете, госпожа Бруна Гильда? Заклеив письмо в конверт и написав адрес, прапорщик сунул его в папку, где хранились его расчеты и чертежи, и задумался. На столе лежали неоконченные проекты минных галерей. Надо было работать. Со времени пребывания на форту внешний мир Звонарева страшно сузился, ограничиваясь подземными работами и событиями вокруг. Форд стал ему казаться уединенным от всего мира, островом, окруженным вражеской стихией, японцами. Все интересы, разговоры, мысли, действия исчерпывались тем, что делают или собираются делать, японцы, и как к этому противодействовать. Артур, электрический утес, даже залитерное, стали чем-то далеким и неощутимым. А Борейко, Вари, учительницах, прапорщик вспоминал, как о людях, находившихся за тысячу верст от форта номер два. Их заботы, треволнения, перестали его интересовать, поскольку они не были связаны с происходившим здесь, на окруженном с трех сторон и сильно пострадавшим передовом укреплении осажденной крепости. Прапорщик старательно вычерчивал карандашом наличные минные галереи и намечаемые в дальнейшем их развитии. От этого занятия его оторвал хриплый голос Дебогория Макриевича, спрашивавшего который час. — Пять часов двадцать минут утра, — ответил Звнарев, взглянув на часы. — Сейчас японцы будут сменяться, надо пойти послушать, что у них делается. — Да, не мешает, — отозвался саперный поручик и, повернувшись на другой бок, опять захропел. Звнарев отложил чертежи, потянулся, сложил свои бумаги и вышел из каземата. Сразу же его охватила ночная сырость, и он поспешил войти в казарму. Едва он отворил дверь. Как в нос ему ударил тяжелый спертый воздух, сказывалось полное отсутствие вентиляции. Больше сотни людей спало, на двухъярусных нарах. Дневальные сидели на табуретках или расхаживали по проходу. Завидя, Звонарева дежурный по роте подскочил с рапортом. — Где спят мои артиллеристы? — спросил Звонарев у дежурного. — Все уже вышедшие на работу, и с ними два плотника. Миновав казарму, прапорщик направился в Патерну. Вместо прежних ступеней теперь в нее вел пологий спуск. Здесь ему повстречалось несколько солдат. По их запачканным землей-шинелям Звонарев догадался, что они из минной галереи. — Смена уже произошла? — спросил он. — Так точно. В левой галерее заступили артиллеристы. Ночью все было спокойно. — Японец тоже где-то землю долбит, а где не разберешь, — отвечали солдаты. Миновав контрескарпную галерею, прапорщик оказался в Капонире. Здесь два плотника сбивали крепежные рамы. У задней стены возвышалась куча вынутой земли и камней. Наклонившись, Звонарев заглянул в прорытый туннель. Из глубины доносились стук лопат и ломов, пригушенные человеческие голоса. Работа шла полным ходом. — Блохин, — окликнул прапорщик, — он в левой галереи, — доложил один из плотников. Прапорщик пошел к следующей галереи. В орудийных капонирах прямо на полу на соломе спали стрелки. Около стояли часовые, наблюдая за происходящим во рву. Около левой галереи был разложен небольшой костерок, дым от которого уходил в войницу. Тут же сидел Юркин и подогревал в котелке чай. Поздоровавшись с ним, прапорщик спросил, где Блохин. — Роется в галереи вместе с Лебедкиным. Прошли уже с поларшина после смены. Грунт здесь мягкий, копать легко. — Сколько человек сейчас внутри? — Трое. Блохин с помощником и один относчик. Через минуту из галереи показался стрелок. Мешок по дороге прорвался, и солдат, рукой зажимая дыру, отчаянно при этом ругался. Увидев звонарева, он сконфуженно замолчал и понес землю бойницы. Приказав солдатам подождать своего возвращения, звонарев, согнувшись, нырнул в галерею. Вокруг была непроглядная тьма. Приходилось продвигаться ползком, так как высота галереи была всего метр с четвертью, и все же прапорщик, то и дело, стукался головой о крепление. Пушистая сибирская попаха несколько предохраняла голову от ударов, шашка и шпоры были сняты, в кармане лежал электрический фонарик. Вдали слабо мерцал огонек масляного фонаря, то появляясь на мгновение, то исчезая. Земля попадала за шиворот, липла к ногам. Преодолев половину расстояния, звонарев окликнул Блохина. «Ау, кто там прет?» отозвался Блохин. «Никак, Сергей Владимирович». Звонарев присел на корточки и стал разглядывать крепление. Рамы отстояли одна от другой на пол, оршина и больше. Дальше их и вовсе не было, хотя грунт был и не из твердых. «Сколько всего прошли?» справился прапорщик. «Четыре с половиной сажений». «За сегодня, может, и до шести сажений доберемся», ответил Блохин. «Почему не крепите?» «Нет готовый храм, а ждать неохота». «Как наготовит, сразу все и поставим на место». «Японец где-то сильно бьет, я в толк не возьму, сверху или сбоку, вот, послухайте, ваш бродь». И солдат затих. Прапорщик уловил слабый, едва различимый стук в земле. Раздавался он спереди, но выше или ниже галереи разобрать было невозможно. Звонарев добрался до конца галереи. Блохин и Лебедкин полулежали у стены. Тут же валялись лопаты, кирки и несколько дерюжных мешков. Лебедкин взял в руки комочек земли и растер его между пальцами. Совсем тощая глина. «Почти песок, так и сыплется», проговорил он. «Поэтому надо обязательно крепить потолок, иначе может произойти обвал», заметил прапорщик. «Отправляйся, Кребедкин, в Капонир и поторопи плотников, а я побуду здесь, послушаю, что делается у японцев». Оставшись вдвоем, Звонарев и Блохин стали вслушиваться в окружающую тишину. Из-за недостаточного притока воздуха дышать было трудно, лампа горела тускло и отравляла воздух своим чадом. Вдруг справа послышался довольно сильный удар, и с потолка посыпалась земля. «Йот из пушек, либо кидает бомбочки», пояснил Блохин. «Сколько, по-твоему, до поверхности земли?» спросил прапорщик. «Кто его знает? Надо думать не меньше полутора сожений. Мы шли с уклоном четверть на аршин длины». «Так, значит, углубились почти на сожень против пола капонира и находимся в двух, двух с половиной сожениях под землей», подсчитал Звонарев. Несколько новых ударов вызвали значительное осыпание. Большой ком земли попал в лампочку, она затухла, все погрузилось в непроницаемый мрак. Ругаясь, Блохин полез в карман за спичками. Прапорщику стало жутко. Пошли как греха туда, где есть крепление, проговорил он, и, повернувшись с ощупью, полез на четвереньках. То же мгновение над головой сильно грохнуло, сверху обрушилась земля. Звонарев закричал, пытаясь освободиться, но под страшной тяжестью распластался на дне галереи. Сколько времени прошло с момента обвала, он не представлял себе. Вокруг по-прежнему было темно, сверху давила тяжесть, но около рта образовалось пустое пространство, в которое откуда-то проникал воздух. С трудом ему удалось пошевелить правой рукой. Постепенно, высвободив ее и подняв кверху, он ощутил над собой пустоту, затем удалось освободить и левую руку. Чуть приподнявшись, Звонарев громко позвал блохина и удивился слабости своего голоса. Неожиданно он увидел над головой небольшое светлое пятно и понял, что в галерею попал снаряд, обрушив ее. Светлое же пятно над головой, дно воронки от снаряда. Прапорщик обеими руками начал разгребать рыхлую, чуть влажную землю. «Блохин! Блохин!» Несколько раз окликнул он. Ответа не последовало. Через несколько минут Звонарев уже встал во весь рост, причем голова его оказалась как раз на уровне воронки. Рядом виднелись поваленные колья проволочного заграждения, темной ниткой чернела проволока на сером фоне позднего осеннего рассвета. Где-то высоко с резким шипением пролетел снаряд и гулка разорвался. Вдруг японцы заметят воронку и захотят занять ее, мелькнула мысль. Тогда они сразу же увидят отверстие и не приминут бросить в него бомбочку или наши угодят сюда ручной гранатой. И Звонарев поспешно спустился вниз. «Блохин!» изо всей силы закричал он. «Отзовись!» Он прислушался. Ему показалось, что из-под земли донесся слабый стон. Прапорщик начал быстро разгребать руками землю прямо перед собой. Вскоре его рука наткнулась на что-то твердое. «Сапог!» мелькнула догадка. По положению ноги прапорщик примерно определил, где должна была находиться голова солдата и принялся еще быстрее рыть. Через минуту он уже увидел солдатскую фуражку. Ею было прикрыто лицо Блохина, мертвенно-бледное, с закатившимися вверх зрачками глаз, она выглядела «Блохин!» наклонившись к лицу, крикнул он, но тот оставался неподвижным. Напрасно звонарев тормошил его, дул в лицо. Отчаявшись, он решился на последнее средство, осторожно запустил спичку в нос Блохину и легонько пощекотал, нос дрогнул, лицо сморщилось и, наконец, солдат сильно чихнул. «Жив!» радостно воскликнул прапорщик. Солдат тихонько простонал, закрыл глаза и чуть слышно прошептал «Выпить бы водочки!» «Потерпи немного, сейчас нас отроют, я подниму тебе голову повыше». И звонарев нагреб земли к изголовью Блохина. Возя с ним, он совсем забыл обо всем остальном и неожиданно явственно услышал сзади стук лопат и говор. Помощь была близка. «Ваш, бродь, Блохин, отклик, идись!» донеслось до него сквозь толщу земли. «Мы живы, скорее копайте!» изо всех сил закричал прапорщик и опасливо оглянулся на дыру вверху. «Потерпите, чуток, Сергей Владимирович, через полчаса доберемся на вас!» прапорщик узнал голос с Лебедкина. Застучали лопаты. Скоро Блохин совсем оправился. «Нам бы начать копать им навстречу!» посоветовал он все еще слабым голосом. «Ладно уж, лежи, я один буду действовать, лишь бы не произошло нового обвала!» отозвался прапорщик и принялся обеими руками разгребать землю навстречу своим спасителям. Минут через сорок напряженной работы показался свет лампочки и еще через четверть часа Звонарев был уже в Капанире. За ним вынесли на руках Блохина. Дебогорий Макриевич стоял около входа в галерею и приветствовал появление прапорщика на смешливом замечании. «Беда, коль артиллеристы берутся не за свое дело. Мой вам дружеский совет сегодня же вернуться на свою батарею». «Благодарю». «Я в ваших советах не нуждаюсь и прошу их оставить при себе», резко ответил Звонарев. Это шел к Блохину, около которого хлопотали солдаты. «Глотнуть бы водочки!» тихонько попросил солдат. «И гомочухаюсь». «Не водки тебе надо, мерзавцу, а розок!» «Как ты, сволочь, смел рыть дальше без крепления?» накинулся на него подошедший саперный поручик. «Это сделано по моему личному распоряжению для ускорения работ», вступился Звонарев. «И поскольку я отвечаю за видение минной галереи, то прошу не вмешиваться ни в свое дело. Ваше присутствие здесь я нахожу совершенно излишним. Ваше поведение хоть объясняется пережитым страхом, но все же недопустимо на военной службе, о чем я подам рапорт по команде». И разобиженный Макриевич ушел. «Чисто и зануда, а не человек», сказал Лебедкин. «Как только вас засыпало, мы с Юркиным кинулись выбирать землю и послали сказать коменданту, а не прислали сюда поручика. Он и начал нам разные слова говорить, что можно и чего нельзя. Я говорю, люди, мол, там задохнуться могут, пока мы собираться будем, а он раз меня в морду». Звонарев решил сходить в офицерское помещение, вымыться и заодно захватить водки для Блохина. Он застал Рязанова и Карамышева, играющими в гусарский винт вдвоем. Его появление не вызвало у них ни удивления, ни радости, как будто ничего особенного не случилось. «Вещички ваши я уже отправил в штаб фронта, думал, что вам аминь пришел». Неторопливо проговорил капитан. «Почему же вы так поспешили? Теперь мне даже умыться нечем. Возьмите мое мыло и полотенце, вот и списочек вещей из штаба». Звонарев прочитал его. «А где же мой бинокль и фляга?» удивился он. «Вместо них к вещам приложено пять рублей деньгами, бинокль приобрел за четыре с полтиной поручик Карамышев, а фляга лежит у меня под подушкой. Но ведь это чистый грабеж. Бинокль стоит минимум двадцать пять рублей, а фляга термос три», — возмутился прапорщик. «Продажа состоялась с публичного торга в присутствии всех наличных офицеров форта, следовательно, закон соблюден». Звонарев не стал слушать дальнейших рассуждений капитана, а просто взял свою флягу с его постели и снял со стены бинокль. «Прошу чужих вещей без разрешения не брать», — скинулся Карамышев, «и кроме того, зачем вам нужен бинокль в подземной галерее, чтобы его здесь не украли?» И прапорщик направился обратно в капонир. Там он застал Макриевича с эпическим спокойствием и избивавшего стоявших перед ним Лебедкина и Блохина. Поручик неторопливо тыкал кулаком в зубы то одного, то другого и негромко при этом приговаривал. «Будете знать, до самой смерти как исполнять мои приказания? Прикажу умереть и умрете, а не умрете пристрелю, как паршивых собак». У Лебедкина уже заплыл левый глаз, у Блохина до крови были расчинены губы, но оба солдата стояли на вытяжку, не смея защищаться. «Сейчас же прекратите это безобразие!» ринулся вперед прапорщик. «И уходите отсюда, или я за себя не ручаюсь!» и схватил стоявшую около стены винтовку. «Блохин, Лебедкин, Юркин, ружье!» Саперный поручик пытался было что-то сказать, но Звонарев разразился по его адресу такими дикими выкриками, что Макриевич поспешил скрыться. «Не стоит ваш бродь, так и за нас беспокоиться», уговаривал Звонарева «Блохин». «Солдатская морда, по мнению начальства, на то и существует, что по ней бить!» утирал он кровь с разбитого лица. «Шли бы вы, Сергей Владимирович, отдохнуть, предложил в свою очередь Лебедкин. Чать и вам сегодня сладко пришлось, когда земля обрушилась. Сейчас не до этого. Надо немедленно произвести забивку всей обрушившейся галереи, чтобы японцы по ней не могли проникнуть сюда», распорядился Звонарев. Позвали саперных солдат и стрелков, назначенных в помощь артиллеристам. Прапорщик объяснил им свои намерения. «Без поручика никак не можем делать этого», заупрямились саперы. «Они нас все тут живут, хотя и мы думаем, что по-вашему будет лучше». «Ладно, идите в галерею, а я тут буду орудовать со своими артиллеристами». «Мы вам подсобим, ваш брудь», неожиданно прапорщика с саперами. «Поручик, нам не указ, мы под ним не ходим». Через пять минут работа закипела. Наполненными землей мешками закладывали обвалившуюся часть галереи, заодно наглухо забили дно воронки. За этим делом незаметно прошел день, стемнело и пришло зажигать свет. Вскоре солдатам принесли ужин, стрелки и саперы расположились группами около котелков, артиллеристы тоже сунулись было со своими котелками, но получили решительный отказ. Комендант приказал для них ничего не давать. «Пусть грит убираются с форта по добру по здорову со своим прапорщиком», сообщил вернувшийся ни с чем Юркин. Блохин замысловато выругался и вопросительно посмотрел на Звонарева. «Я сейчас схожу сам и выясню этот вопрос. В крайнем случае вернемся на Залитерную. Там нас, наверное, накормят». Рязанов удивленно уставился на Звонарева, когда тот обратился с просьбой накормить солдат. «Вы еще здесь?» «Советую вам, возможно, скорее исчезнуть с форта. У меня лежит рапорт поручика Дебогория Мокриевича, в котором он обвиняет вас в открытом неповиновении и грубом нарушении воинской дисциплины. Я должен вас немедленно арестовать и направить в штаб района». «Сейчас идет разговор не обо мне, а о солдатах. Прошу их накормить». «Ваших разбойников я немедленно же прикажу выгнать в три шеи. Они вносят дезорганизацию в среду стрелков и саперов». «Неизвестно, чем бы кончился этот разговор, не появись в каземате Рашевский. Рад вас видеть в добром здравии, Сергей Владимирович. Крепко пожал он руку прапорщику. Расскажите-ка подробно, что с вами здесь произошло. Признаюсь, не ждал видеть вас живым, когда мне в штабе показали донесения капитана Рязанова и присланы им ваши вещи. Письмо ваше мадемуазель Белая отправлено». «Бедная Варя, зря только будет беспокоиться», — подумал прапорщик, совсем забывший о ночном послании. Он подробно рассказал Рашевскому все перипетии минувшего дня, вплоть до своего изгнания с форта. Подполковник слушал молча, теребя свою убородку и делая заметки в полевой книжке. «Сколько у вас было денег, Сергей Владимирович?» — внезапно спросил он. «Сто двадцать четыре рубля с копейками. Штаб доставлено всего двадцать четыре рубля». «Украли по дороге мерзавцы», — покраснев воскликнул Рязанов. «Советую вам, капитан, эти деньги поискать», обернулся к ним Рашевский. Затем он прочел рапорт Макриевича и спокойно проговорил. «Ну, все, это, конечно, сплошная чепуха. Поручика я переведу на форт номер три, куда он сейчас и отправится. Все лиристов надо немедленно накормить, капитан. Пойдемте в Капонир». И Рашевский поднялся со стула. «Скажите откровенное ваше мнение о порядках на этом форту», спросил он по дороге Звонарева. «Да тут никакого порядка нет. Офицеры сидят в своем блиндаже, а солдаты обороняют форт по своему разумению. Вернее всего, главным командиром и покровителем форта состоит исконный заступник к земле русской. Николай Угодник улыбнулся прапорщик. «Придется сменить командира. Рязанова отправим в другое место, Карамышеву поручим произвести вылазку и определить направление японских галерей. Лучше уж возьму я это на себя. Он едва ли сумеет, или вернее едва ли захочет выполнить как следует. Заставим. Не доставит нужных сведений. Пошлем в разведку еще раз, пока не добудет того, что нам нужно». Осмотрев работу на месте, Рашевский одобрил все мероприятия прапорщика и поблагодарил за службу артиллеристов. «Здорово уж тебе физиономию помяло при обвале», заметил подполковник, взглянув на Блохина. «Это его изукрасил Макриевич», ответил Звонарев. «И тебя тоже?» спросил у лебедки на Рашевский. «Так точно, ваше высокоблагородие». «Тяжел на руку, поручик». «Очевидно, еще не очень изголодался», заметил подполковник. «И об этом я доложу Кондратенко. Он органически не переваривает дантистов. Не дать ли вам и вашим солдатам день другой передышки, а то вы здесь уже чуть ли не неделю без отдыха. Не откажемся. Ну, тогда завтра я вам пришлю на смену саперов, но эту ночь вам придется еще провести здесь». Звонарев поблагодарил за внимание. На обратном пути из Капанира в плохо освещенной Патерне они неожиданно встретились с Варей. «Да не бегите, сломя голову, вам же говорят, что он жив и здоров», слышался из темноты голос Борейка, едва поспевавшего за девушкой. «Варя, рискуя разбить лоб, стремительно несла вперед, пока не налетела на офицеров». Не разобрав в темноте кто перед ней, она схватила за руку Рашевского и, дрожащим от слез и волнения голосом, воскликнула «Вы живы, целы, Сереженька, если б вы знали, что я пережила сегодня, как только получила ваше письмо, бросилась в штаб, попросилась на фронт, не пускают, пошла на залитерную к медведю, тут и он зашевелился и приволок меня прямо сюда», быстро говорила девушка, вглядываясь в лицо Рашевского. «Хоть я и Сереженька, но не тот, какой вам нужен», тихонько освободил свою руку подполковник. «Ах, извините, я совсем голову потеряла от волнения, я думала, считала, не увижу», и Варя неожиданно громко всхлипнула, уцепившись на сей раз уже за звонарева. «Успокойтесь, милая Варя, ведь все обошлось благополучно», тихонько гладил припавшую к его груди девушку-прапорщик. Рашевский и Борейко из деликатности пошли вперед. «Вы должны немедленно сегодня же, сейчас же, уйти с этого проклятого форта, иначе я совсем рехнулся. Слышите, Сергей Владимирович, мне разрешают завтра отлучиться отсюда на один день. Нет, вы должны. То есть вы не должны и не смеете возвращаться сюда, я этого не хочу, вы должны пожалеть меня, я пойду к Кондратенко и попрошу за вас, откажет, брошусь перед ним на колени и не встану, пока он вас не отпустит отсюда», быстро бормотал и Варя. «Лучше вам не вмешиваться в это дело. Как только минная галерея будет окончена, меня отпустят на Залитерную и опять пошлют в какое-нибудь пекло. Весь Артур сейчас в таком же положении». «Побольше спокойствия, Варюша, завтра я буду на Залитерной, приходите и вы туда. Поговорим обо всем», уговаривал Звонарева девушку. «Ну, будьте молодцом, нас, верно, уже ждут». Миновав казарму, они прошли в офицерский каземат. Тут они застали Борейко, Рашевского и Рязанова. Последний был смущен и взволнован. «Прапорщик меня неверно понял, тут явные недоразумения, смею вас в этом уверить», бормотал он. «Вот и ваши сто рублей нашлись, они случайно завалились ящики стола», проговорил Рязанов, протягивая деньги. «Теперь, кажется, все на месте». Звонарев сухо поблагодарил его. «Поскольку все здесь улажено, можно двигаться и домой», стал собираться в обратный путь Рашевский. «И мы с вами присоединились Борейко и Варя». «Сергей Александрович, а здесь нельзя устроить перевязочный пункт, как у Авророва?» спросила Варя. «Отчего нельзя? можно, но кто за это возьмется?» «Я». «Тогда нельзя», решительно ответил Рашевский. «Это почему скинул из Варя?» «Я, то есть мы с Сергеем Владимировичем оборудовали пункт номер два у Залитерной и нас даже Кондратенко похвалил». «Нельзя, потому что вы при каждом разрыве снаряды или бомбы будете бросать раненых и бежать разыскивать Сергея Владимировича», ответил Рашевский. «И он спросил бы пойти сюда на минную работу». «А записку забыли?» спросил Звонарев. «Один раз в счет не идет». Звонарев и Рязанов проводили гостей за мост и вернулись в каземат. Но Криевича уже не было. Карамушеву было дано задание организовать вылазку, и он, пользуясь темнотой, пытался найти наиболее удобный путь для выхода с форта. «Надеюсь, вы на меня не в претензии, Сергей Владимирович, за те небольшие шероховатости, которые сегодня имели место», проговорил Рязанов, почувствовавший необыкновенное расположение к прапорщику после разговора с Рашевским. Звонарев буркнул что-то неопределенное и откланялся. Он решил ночевать сегодня не в офицерском каземате, а в Капонире около места работы. Там он застал своих солдат за ужином, в бачке плавали несколько бобов и разваренная картошка. «Да, от такой еды никакой силы не может быть у человека, бурда, да в придачу китайская чумиза», ворчал Блохин, «скорей попасть к себе на залитерную». «Ничего удивительного, если солдаты болеют от такой пищи», проговорил прапорщик. «Мы для себя займем этот каземат, пусть он будет нашим артиллерийским», решил после еды Блохин. «А ну, пехтура, вались отсюда и забирай с собой всех своих в шеи», обернулся он к стрелкам, толпившимся вокруг. «У тебя, что ли, их нет?» обиделся один из стрелков. «Есть, как не быть, до другого фасона, антиллерийского броса 1877 года. Что же они, не кусаются, что ли?» «Нас не трогают, а пехотских загрызают до смерти», забаскалил Блохин. Утомленные за день Звонарев и Блохин задремали на хапке Голяна, брошенной на пол. Прапорщик вспомнил Варю ее сегодняшнее неподдельное волнение и остро почувствовал, как прочно она уже вошла в его жизнь, эта славная, так привязавшаяся к нему девушка. «Скорей бы кончилась война. Тогда можно будет и попытать счастье в семейной жизни», со вздохом подумал Звонарев, погружаясь в глубокий сон. Около полуночи прапорщик проснулся от холода и пошел посмотреть, что делается на месте работ. Два сапера и два стрелка лебедкина усердно рыли колодец, углубляя галерею и в мешках выносили землю. В забитом конце туннеля чуть прослушивались стуки японцев, ведущих подкоп. «Надо, возможно, скорее выяснить направление и характер их работ», подумал Звонарев, входя в Капонир. Он поделился своими соображениями с солдатами. «Пойдем, Сергей Владимирович, сами на разведку», предложил Блохин, тоже очнувшийся от сна. «Стараемся пробраться к японцу в гости, может быть, и узнаем кое-что». Оставив Лебедкина за старшего, прапорщик вместе с Блохиным отправился к Рязанову. Капитан сидел за столом и пил водку. Перед ним стоял взволнованный Карамышев в испачканной землей шинели. «Как хотите, Василий Петрович, а я больше туда не пойду». «Японцы завели маленьких собак, очень чутких, которые сразу же начинают лаять, едва заслышат малейший шорох, и этим предупреждают о нашем приближении». Звонарев сообщил о своем желании лично произвести разведку японских работ. «Приветствую ваше намерение. Если вы руководите минными работами, вам и книги в руки, не желаете ли выпить русский флаг?» Звонарев отказался, зато Карамышев с видимым наслаждением налил в стакан сначала водки, затем синий пеппермент и сверху красный абрикатин. Не смешивающиеся между собой жидкости составили основные цвета русского флага, откуда и произошло название напитка. Проглотив одним глотком стакан, поручик сразу побугровел. «Может быть, вы теперь рискнете повторить вылазку вместе с прапорщиком?» спросил Рязанов, усмехаясь в усы. «Нет-нет, сегодня я уже достаточно игрался в жмурки со смертью. Отложим до завтра, я немного прилягу», и через мгновение поручик храпел на весь каземат. Рязанов молча пил водку. «Пройдемте по форту», предложил он Звонареву. Они спустились из офицерского каземата в расположенный внизу пустой пороховой погреб, а затем попали в нижний этаж горжевой казармы. Прикрытый верхним этажом, землею и прослойкой камней, он являлся самым защищенным убежищем на форту. Едва они открыли дверь, как им в нос ударил крепкий запах яда форма, карболки и еще каких-то лекарств. К этому примешивался обычный солдатский дух, пота и немытого тела. Первое, что они увидели, войдя внутрь, было несколько трупов, лежащих на нарах, убрать, пока не завоняли, распорядился Рязанов. Рядом с убитыми лежало человек десять страненых. Санитары поели их водой, подбинтовывали раны и по возможности старались подбодрить своих пациентов. В воздухе плавали облака густого махорочного дыма, который раздражал глаза и горло, керосиновые лампочки тускло светили. Открыть дверь, проветрить, накурили так, что и дышать невозможно, распорядился Рязанов. Звонарев обратил внимание на то, что многие солдаты были полураздеты. Как же они выскочат по тревоге? Спросил он. Здесь помещается резервная полурота. Она вызывается не сразу, поэтому у солдат будет время одеться, пояснил капитан. В конце казармы был устроен склад бомбочек. Несколько сотых лежало прямо под нарами, на которых лежали солдаты. Тут же стояли цинковые ящики с ружейными патронами. Почему все это находится здесь? Они в пороховом погребе, удивился Звонарев. Покорно благодарю. Погреб помещается рядом с нашим казематом. Стоит одному снаряду попасть в него, и мы взлетим на воздух. А тут и более укрыто, и при взрыве пострадает солдатня, а не мы, спокойно ответил капитан. Обойдя нижний этаж, они по лестнице поднялись наверх. Тут картина была несколько иная. Солдаты сидели или лежали на нарах с винтовками, и почти никто не спал. В любую минуту вся рота могла выйти с оружием в руках. Около входа стояли приготовленные к действию пулеметы с вдетыми лентами. Рядом дремали пулеметчики. При появлении офицеров солдаты вскочили и вытянулись. Рязанов неторопливо прошел вдоль нара, рассматривая стрелков. Несколько глухих взрывов, донесшихся со стороны внутреннего дворика форта, отвлекли внимание капитана. «Японец сегодня сильно волнуется. С самого вечера как бы не полез на штурм», забеспокоился Рязанов. «Он, ваше высокоблагородие, слышит, как мы роемся под землей и трусит, что его могут взорвать, со страху и бомбочки бросает», вмешался блохим. «Я вернусь в свой каземат», проговорил капитан. «Вас же попрошу понаблюдать с брустверов, что делается у противника». Звонарев повиновался. На дворе было очень темно, низко нависли тяжелые тучи, шел нудный осенний дождь, сквозь который с трудом пробивались лучи прожекторов. Когда глаза привыкли к темноте, прапорщик различил фигуру часовых, припавших к бойницам. Несмотря на темноту, оружейная перестрелка не замолкала ни на минуту. «Берегись!» — крикнул блохин и толкнул прапорщика за прикрытие. Почти тотчас блеснул яркий огонь и грохнул взрыв ручной гранаты. Поднявшись затем на бруствер, Звонарев и Блохин стали вглядываться в окружающую темноту. За переной дождя японские окопы едва выступали чуть заметной полоской. На ней то здесь, то там вспыхивали на мгновение огоньки ружейных выстрелов. «Вот бы сейчас и пойти в разведку», проговорил Блохин. «Завязнешь в грязи и заплутаешься в темноте», возразил Звонарев. «Ну, никак нет, в такую погоду только и ползать к японцу в гости. Давайте сходим сейчас на укрытый ход», предложил он, «там до врага рукой подать, может, что, ежели не увидим, то услышим». Звонарев замялся. Укрытый ход представлял собой узенькую воршин шириной тропинку, которая шла по наружному краю рва вдоль крыши контр-эскарбной галереи. Тут даже днем было легко оступиться и упасть с трехсаженной высоты в ров. Теперь же двигаться по нему было во много раз опаснее. С наступлением темноты здесь выставлялись часовые. Поколебавшись немного, он все же согласился. Они осторожно миновали дворик и зашли к Рязанову, которому сообщили свои наблюдения и планы. Желаю успеха, хотя и уверен в противном, напутствовал их капитан. Их окликнул испуганный голос часового. Кто идет? Узнав, кто идет и зачем, он вызвался проводить их до самого капанира. Заметив движение, японцы открыли ружейный огонь и начали бросать бомбочки. Одна упала к самым ногам Звонарева. В темноте чуть заметной точкой тлел Бигфорда в шнур. Прапорщик остолбенел от ужаса. Еще мгновение и фунтовый заряд пирокселина взорвется у его ног. Убьет или искалечит на всю жизнь. Звонарев, как зачарованный, смотрел на тлеющий огонек, не двигаясь с места. Пошла дальше, спокойно проговорил стрелок, сталкивая бомбочку в ров, где она тотчас же и взорвалась. Тут только прапорщик вполне осознал, какой опасности он только что избежал. Спасибо тебе, братец, схватил он солдата за руку. Э, что, варброди, пустое это. Замочет, сколько их таких перекида и шфров, неторопливо рассказывал стрелок. Добравшись до крыши капонира, Звонарев хотел было высунуться и посмотреть вперед, но в это время луч японского прожектора остановился против этого места. Опять пришлось томительно ожидать, пока он сдвинется в сторону. Прапорщик стал дрожать от холода. Пошли назад, предложил он Блохину, подождем еще малость, Сергей Владимирович, сосчитаю до ста, коль прожектор не уйдет, поползем домой. Не успел он просчитать и до пятидесяти, как луч угас, и опять стало совершенно темно. Блохин мигом вскарабкался на бруствер и пополз вперед. Звонарев и двое часовых остались ожидать на месте. До японцев здесь было всего шагов тридцать. В тишине ясно слышался и гортанный говор, стук лопат, звяканье железа и тонкий пискливый лай маленьких сторожевых собачонок. Ох, и вредные же они! За сто шагов русского человека чуют, а на своих не лают, сообщил шептом один из стрелков. Прислушиваясь к разговору, Звонарев внимательно всматривался туда, где скрылся Блохин. А ну, потише, послушаем, что впереди делается, остановил он солдат. Вы, ваш брод, не очень-то высовываетесь, может и заметить, предупреждали стрелки. Вдруг впереди у японцев звонко залаяла собака. Почуяла стерва. Буркнули в один голос солдаты. Будет теперь баня. посыпались ружейные выстрелы, полетели бомбочки, прапорщик и стрелки припали к Брустверу. Пропал черт и бой, проговорил один из стрелков, имея в виду Блохина. Переждав минуту, Звонарев все же рискнул на мгновение высунуться из-за Бруствера и чуть не ударился лицом о сапоги ползущего назад Блохина. Солдат удивительно тихо и неслышно спустился на укрытый путь. Ничего не видел. А где работают, слышал, чуть правее нашего. Прошло не меньше четверти часа, пока японцы наконец успокоились. За это время несколько бомбочек опять упали совсем рядом с прапорщиком, но он уже спокойно скидывал их в ров, где они рвались. Надо придумать такую бомбочку, чтобы она взрывалась от удара, заметил Блохин. Пошли обратно, Сергей Владимирович. И артиллеристы тихонько двинулись вдоль бруствера. Рязанов крепко спал, положив голову на стол. Рядом с ним стоял недопитый стакан водки. «Разрешите ваш броводь!» проговорил Блохин и, не дожидаясь ответа, прокинул водку себе в рот. Сразу веселее на сердце стало улыбнулся. Карамышев храпел на кровати, прапорщик не захотел будить офицеров и вместе с Блохиным направился в Капонир. Проходя через казармы, Зварев обратил внимание на то, что сегодня здесь почти никто не спал. Посредине на нарах сидел бородатый и уже немолодой солдат и рассказывал сказку. Стрелки, кто лежа, кто сидя, расположились вокруг и двумя цигарками внимательно слушали. «Почему не спите?» обратился офицер к вскочившим при его появлении солдатам. «Японец, что-то больно разыгрался нынче, все время бомбочки бросает, как бы не полез на нас», пояснил один из унтеров. «Ну, пошли, блохин», затропил Зонарев. «Пехтура, народ скучный, никакого тебе веселья нет у них в голове, то ли дело у нас, белоногов споет, душа радуется, заяц представит живот, от смех лопается, поруч крыкнет, всего до печенок проберет», разливался блохин изя за офицером. В контр-эскарбной галерее солдаты тоже бодрствовали у костров, разложенных прямо на бетонном полу, дым клубами плыл по потолку. «Удивительное дело, сегодня все офицеры спят, а солдаты глаз не смыкают», сказал прапорщик. «Держат форт, чтобы, невзначай, его японец не захватил». «Но об этом должны прежде всего беспокоиться командиры, а затем уж солдаты». «Солдат сам обо всем подумает, его начальство совсем даже без надобности. Сказано, держи форт, они и держат его всем миром». Работы в минных галерее шли полным ходом. Лебедкин распоряжался всем, и стрелками, и саперами. Юркин помогал ему, объясняя, что и как надо делать. Солдаты беспрекословно их слушали, признав авторитет артиллеристов. «С обеих гальдерей японцев слышно, влевый справа, вправый слева. Видать, они и роют между нашими», доложил Лебедкин, «отрост, бы теперь дать ему наперек». Звонарев побывал в обеих галереях, послушал доносящиеся стуки и согласился с мнением Лебедкина. «Завтра саперы начнут рыть боковую галерею», сообщил он солдатам. Было уже около трех часов утра, когда он наконец улегся на соломе рядом с уже храпевшим блохины. Утром прибыл с несколькими саперами прапорщик минной роты Берг. Передав ему работу, Звонарев со своими артиллеристами зашагал на залитерную. Тут только он почувствовал, как сильно устал морально и физически за десять дней, проведенных на втором форту. После бани и крепкого сна Звонарев сразу даже не мог понять, где он находится. Не хотелось открывать глаза, во всем теле ощущалась приятная свежесть. Прапорщик прислушивался к полузаглушенным разговорам в блиндаже, как шмель гудел Борейка. Его то и дело перебивал чей-то прерывистый сердитый шепот. На столе позвякивала посуда, извне глухо доносила стрельба, затем хлопнула дверь и звонкий голос Васи возвестил. Тетя Харитина сейчас принесет подогретый обед. Тише ты, разбудишь Сергея Владимировича, остановил его голос Вари. Не беда, если проснется. Дрыхнет целый день без проспу, отозвался Борейка. Звонарев открыл глаза и сладко зевнул. Агусенький Сереженька, наклонился над ним поручик. Вася громко засмеялся, за что и получил шлепок от своей строгой наставницы. Добрый вечер, Сергей Владимирович. Неожиданно приветствовала его Леля. Ну-с, Борис Дмитриевич, пойдемте к столу. Пусть наши голубки здесь на свободе поворкуют. За обедом Варя потребовала подробного рассказа о событиях, происшедших на втором форту. Вы туда больше не вернетесь, объявила она, протягивая прапорщику бумагу. Вы временно откомандироваетесь на форт номер три, с удивлением читал он, где вам надлежит организовать работу проекторов, начальник штаба капитан Степанов. Как она к вам попала? Спросил он, подозрительно поглядывая на девушку. Шла мимо штаба. Справился Степанова о вас? И, узнав, что я иду к вам, он и всучил мне это послание. Это называется из огня до в пол на третьем форту еще беспокойнее, чем на втором. Его почти беспрерывно обстреливают одиннадцатидюймовыми бомбами. Тогда вы не идите на этот форт, пока не переговорите с Трашевским. Сразу забеспокоилась Варя. Наше дело маленькое, куда веля, туда и пойдем. В дверь постучали, и вошла Харитина, в женском платье, повязанное платком. Здравствуйте, Сергей Владимирович, приветствовала на прапорщика. Вы будто похудели на форту. Здравствуйте, Харитина. Что, решили перейти в свое природное положение? Попробую, а может опять в окопы потянет. А шметил где? Капитан находится на укреплении номер три. И меня туда звали, да я здесь на залитерной застряла. Это все наш сказочник Ярцев виноват. Ой, что вы! Густо покраснела молодая женщина. Он тут совсем ни при чем. Мне поручик приглянулся. Высокие они такие, видные, сердце у них ясное, чистое, а что пьет, не беда. Кто же из мужиков не пьет, убежденно проговорила Харитина. Пойдем ка со мной, сынок, позвала она Васю. Я тебя малость причешу, а то смотри, какой ты стал вихрастый. Вскоре после их ухода в блиндаж торопливо постучался Родионов. Его обычно спокойное и суровое лицо выражало сильное волнение. Нельзя ли вас попросить к нам в блиндаж сестрица, обратился он к Варе. Надо перевязать раненого. Сергей Владимирович, где бинты вскочил и Варе? Что случилось? Торопливо спросил прапорщик, накидывая шинель. Блохин, черт, пьяный, сказочника изувечил. Сердито ответил фейерверкер. Как пришел утром с форта и узнал, что Харитина проводит с Ярцевым все время, так и начал к тому приставать. А сейчас явился откуда-то пьяный и сразу полез в драку. Ярцев, обороняя, и схватил его табуреткой по башке, а то отворначья душа японским тесаком сказочнику голову растек. Блохина немедленно связать и посадить под арест. Скрутили уж. Здоровый он, впятером едва осилили, пришлось даже малый с прикладом стукнуть. В крайнем блиндаже на нарах лежал с сокровавленной повязкой на голове Ярцев. Около него плакала, утирая слезы концами головного платка Харитина. Егорушка, соколик ты мой ненаглядный, за что тебя злодей убил, покалечил, причитала она. Варя вместе с Мельниковым начала перебинтовывать раненого, слева над ухом зияла большая резаная рана. Черепные кости целы, рана не опасная, поверхностная, обернулась Варя к Звонареву. Его надо сейчас же на подводе отправить в госпиталь с моей запиской. Пусть положат в мою палату на полу, завтра я его устрою как следует. Пришедшему Борейко, Звонарев и Родионов подробно доложили о случившемся. Придется Харитину с батареи убирать, пока она никому предпочтения не давала, а как предпочла сказочника. Все остальные просто с ума посходили. Крики, брань, драки. Возьмите ее к себе в госпиталь, обернулся он к Варе. Не знаю, захочет ли она, неуверенно заметила Варя. Здесь я ее держать больше не стану. Готов командовать тысячей мужчин, но ни одной бабой командовать не хочу. Бабой, грубияну этакий, возмутилась Варя. Вскоре раненого отправили в госпиталь с Харитиной, Лелей и Васей. Борейка приказал держать Блохина связанным до утра. Варя и Звонарев отправились в штаб Кондратенко. Было уже совсем темно. По чуть заметной во тьме дороге, все время спотыкаясь и поддерживая на ходу друг друга, они добрались до места. Мы пришли спросить, нужно ли Сергею Владимировичу отправляться завтра на форт номер 3, обратилась Варя, встретившему их науменка. — Приказ касается прапорщика Звонарева и совсем необязательным для вас, мадемуазель, шутливо ответил ей подполковник. Затем он в двух словах объяснил Звонареву задание. — Я тоже буду проситься на форт номер 3, на перевязочный пункт, к доктору Авророву, проговорила Варя. Заранее предупреждаю, что вам в этом будет отказано. Прапорщик пошел проводить Варю в госпиталь. — Как здоровье Сахарова? — спросил прапорщик, когда они проходили мимо больницы Красного Креста. — Представьте, выскочил. Тиф принял лизисную форму, температура спадала постепенно, и он на пути к полному выздоровлению. Давайте зайдем к нему. Не поздно сейчас. Со мной пропустят в любое время. палате дремлющим. Он сильно осунулся. Варя осторожно потрогала его руку, она была влажная и холодная. Не желая его беспокоить, они тотчас вышли. В коридоре они неожиданно встретились с Гантимуровым. Князь любезно раскланялся и сообщил, что он принес Сахарову лимоны. — Он спит, его нельзя будить, предупредила девушка. — Я на одну секунду только положу их к нему на стол, и Гантимуров вошел в палату. Он тихонько подошел к больному и окликнул его. Капитан не ответил, поручик оглянулся. Взгляд его упал на плохо закрытую форточку. Гантимуров подошел к окну и широко распахнул ее. Струя сырого холодного воздуха сразу ударила в больного. Князь поспешно вышел, старательно прикрыв за собой дверь. В его лице появилось выражение злобного торжества. В вестибюль он нагнал варю и звонарева, еще раз учтиво с ними раскланялся и скрылся за дверью. Как не верти, блохин, выходишь ты сволочью, сурово говорил Борейко, сердито глядя на стоявшего перед ним солдата. Посмотри на свою рожу, черт на ней в свайку играл. Голос у тебя грубый, лаешь, а не говоришь. Двух слов без площадной брани не выговоришь, куда тебе до сказочника. То ты лицом чистый, голосом тихий, речь у него ласковая, конечно он, а не ты пришел сахарити не по нраву. Блохин глубоко вздохнул. При этом его изувеченное в драке лицо страшно перекосилось. Я вроде у ней попрошу прощения, что Ярцева попортил. Чтобы она тебя огрела по башке поленом, дело не в том, как ты мог кинуться с оружием на своего же брата солдата, из-за чего? Бабу не поделили. Сегодня из-за бабы и сказочника порезал, завтра еще кого-нибудь пристукнешь. Нам на батарее таких солдат не надо. Откомандирую я тебя на минные работы на форт номер два. Баб там и близко нет, тогось башка твоя проветрится. Борейко говорил необычно для него спокойно, с грустью глядя на Блохина. Я спрашивал солдат, что с тобой делать? Они так и просят, пусть уходит, может одумается. Такой разбойник, что своих калечит, нам не нужен. Блохин побагровел и прерывающимся от волнения голосом спросил, неужто насовсем от себя гоните, ваш бродь? Сейчас да, а там видно будет, как дело пойдет. Ваш бродь, что я за проклятучий такой, что со мной никто из нас не хочет? Разрешите хоть с прапорщиком быть? Спроси об этом у него. Возьмет будешь, не возьмет, значит, ему поперек горла стал. Так ты, филя, проштрафился, иди, замаливай грехи. По закону я должен был отдать тебя под суд. Так может, потом обратно возьмете? С надеждой в голосе спросил солдат. Хорошего человека чего не взять, а дряни нам не надо. И поручик отошел. Через пять минут Блохин с узелком под мышкой уходил с батареи. Солдаты сумрачные, молчаливые, старались на него не глядеть, даже когда он заговаривал с кем-нибудь. Прощайте, братцы, да не поминайте лихом, никто ему не ответил. А жаль Блоху, парень он неплохой, неожиданно обернулся Борейко Кордионову. Проучить его, Борис Дмитриевич, надо, чтоб на всю жизнь запомнил, ответил фейерверкер.